Музыка Меня зовут Алексей Кунгуров Подготовил я конференцию по теме Искажение истории как способ управления сознанием Самое парадоксальное, что некоторые вещи, которые Я буду рассказывать на конференции Я увидел и сделал выводы только в момент подготовки К этой конференции Конференцию мы хотели провести в один день Но в связи с тем, что за 19 дней подготовки Мы набрали очень большое количество информации По данной теме Пришлось разбить эту тему на две конференции Первая конференция это мифы и реальность В первой части мы рассмотрим, как нас обманывают Во втором пункте мы рассмотрим технологии Которые применялись в 18-19 веке И какому веку они соответствуют на самом деле И четвертым пунктом сегодняшнего Мы рассмотрим, какие вероисповедания были на территории России И какое отношение имеет христианство Вообще к тому, что происходит в России И какие подмены за это время произведены В конце конференции будут ответы на вопросы Но единственное, что я начну с чего Это отвечу на вопросы, заданные на сайте Во второй части конференции Я в конце конференции покажу две фотографии Которые будут показывать, что большая часть нашей истории фальсифицирована Значит, в следующей мы рассмотрим, как подменялась наша история Как подменялась, придумывалась история Греции Как создавались даже руины городов Которые выдавались потом за древнегреческие И так далее Это мы во второй части, то есть в следующей конференции Через две недели рассмотрим Как раз за это время мы подготовим материал Отвечать я хочу начать с Письма, которое пришло на Руан Письмо пришло от такого содержания Что вы там курите? Ибо здравых вопросов по вашему бреду Просто не может возникнуть в принципе Не видно следов молотка Сталь толщиной на 3 мм Петли гаражную и прочее Значит, почему должны быть следы от молотка Там, по что поехало Известно ли вы, что в исследуемых варах В период широко применялась метод Угольной цементации для принудительно ног зараживания Значит, отвечу Первый момент Бросил курить я 30 лет назад Пить я бросил в 96-м году Так что рецептом поделиться не могу Это первый ответ Второй момент Почему должны быть следы молотка Сталь это не тесто Для выпечки Которую можно скалкой раскатать Одеть на, допустим, форму И в печь засунуть Сталь прессуется методом Создания давления Давление создается Либо, допустим, паровым молотом Либо кувалдой-молотком Потом любой инструмент Который работает С материалом Оставляет на нем Среды Вот в этом вот месте Вот давайте так Вот смотрим на фотографию Почему-то я не могу указатель показать Значит, вот там, где Начинается прорезь для глаз В этом месте Ну, на более хорошей фотографии Которую вы позже скачаете Значит, находится Видно сверление А в конце прорези для глаз Вот здесь вот, где она переходит Надбровные другие Находятся Царапины От обыкновенного напильника Вот прорезь для глаз Спереди Видно, что она сделана Обыкновенным сверлом А Его уточили Обыкновенным напильником А сзади, там, где оно выходит Уже в височную долю Там царапины От Напильника Если посмотреть Прорези, которые снизу Вот На наморднике Снизу То Средняя прорезь Средняя, верхняя Ближняя к носу прорезь Там Оно высверлено Обыкновенным Сверлом А потом Выточенное Обыкновенным напильником Почему? Потому что Если бы в этом месте Вырубали бы Каким-нибудь Ну Провилом И так далее Помяли бы Всю Систему Вот Значит Еще был вопрос Был про гаражные петли Это тонкий вопрос По письму Тонкий режиссерский ход Чтоб его насмешить Но, во-первых, я ни разу не сказал Про гаражные петли А В статье написал Про гаражные ворота Я сравнил вес И площадь Рыцарских доспехов С половиной То есть Если их расправить И сделать Это ровно половина Гаражных ворот То есть Чтобы вы могли представить Сколько это По объему металла И Какой вес Это составляет Я говорил про Говорил только про Рояльные петля Если вы увидите Вот этот шлем Да Вот На риске Стилизованная Такая как розочка Да Цветочек Под ним Четко видна Именно Рояльная петля Она сделана Не позднее 19 века Не позднее Почему не позднее Когда мы перейдем К концу конференции Вы это подойдете Посмотрите Теперь Я еще такой момент Скажу Если вот первый доспех Он на голову Удевается Почему такая форма шлема Потому что Она сделана На кузнечно-прессовом Оборудовании Теперь смотрим Второй шлем Отдельно рассмотрим Если тот шлем Еще одевался На голову Так То вот этот шлем Который центральный Никогда не предполагался Что он будет Одеваться на голову Он просто не оденется То есть Вместо под шею Так Этот шлем Может одеть Только маленький ребенок С головой Ну 55 размера То есть Он не пролезет Сквозь шейный Вот этот обзор Плюс Если посмотрите На глаза Вот Прорези для глаз Четко видно Что По краям глаз Просверлено А потом Все это Пропилено Теперь Перейдем К основной части Конференции Это Для конных Рыцарей Шлемы Для конных Рыцарей Но Я говорю Когда мы дойдем До конца Конференции Вы начнете Задумываться Были ли Рыцари Это будет У вас Вполне Этот Да Для уток Шлем Такой создан Теперь Касается Конференции Я сделаю Маленькое Это Эти шлемы Оба шлема Из Сейчас скажу Артиллерийского музея Следующий момент Давайте Сейчас Одно Маленькое Отойду Сторонку Чтобы пояснить Сразу предупреждаю Что сейчас Буду давать Информацию Которая Немного Переплетается И не переплетается С книгой Россия В кривых зеркалах Мне часто Задают вопрос Как это Соответствует Я говорю Никак По одной причине Сейчас Давайте так Не отвлекайте Пока вопросами Сейчас мы это все расскажем И про музей в Москве И про все остальное Значит Я задаюсь Всегда вопросом Мог ли Николай Викторович Написать книгу Россия В кривых зеркалах На китайском языке На основе исследования Допустим Династии Цин и Мин Конечно мог Но для нас Для нас Эта информация Была бы Малодоступна Почему? Потому что в нашем сознании Не было бы Отклика К По данной Теме Поэтому Николай Викторович Написал Замечательную книгу Это я Артем Про ваш вопрос По моему отношению К Левашову Замечательную книгу По Становлению Паразитизма По Появлению Такого Явления И Его Рассвета И Становлению Но Единственное Я считаю Что эта книга Написана На основе Наших Искаженных Пониманий Истории То есть Как мы понимаем Историю Какой последовательности Что происходило Как мы это понимаем На основе Вот этих наших Искаженных Пониманий И написана Книга Россия В кривых зеркалах Но Даже Если Все Происходило По-другому То Суть Книги Это Не Меняет Суть Паразитизма От этого Который Присутствует У нас Подмены Не Происходит Теперь Мы Давайте Так Первый Проведем Ряд Опросов И Самый Первый Вопрос Для То Чтобы Вы Были До Начали Понимать Как Нас Обмануть Вопрос Состоит Следующим Является Ли Стихотворение Есть Женщины В Русских Селениях Стихотворением Описывающим Нелегкий Труд И Тяжелое Положение Женщин Царской России Ответ Да Нет Прошу Проголосовать Ну Вот Видите Внимательно Все 100% Ответили Таким Образом Ну Я Согласен Что Некоторые В чате Отвечать Не надо Я Докладываю Что Начали Теперь Смотрите Внимательно Система Какая Все Очень Просто Значит Нам Придумали Историю Согласно Этой Истории Значит Все Что Было До Нас Было Хуже А Сихотворение Это Гимн Женщины Представляете В каких Эпитетах Описывается Женщина Эта Женщина И в горячую Избу Войдет И коня Остановит А когда Кочет Взмахнет И копна Готовая Это Ода Женщины Понимаете Ну Неважно Помните Не помните Суть Стихотворение Все Представляют Но Нам Что Говорят Это Говорят Не Ода Женщина Это Не Восхваление Ее Это У них Была Тяжелая Крестьянская Доля Их Угнет И так Далее В результате Чего Произошло Подмена Понятия Смотрите Внимательно С одной Сторон В левой Руки У вас Ода Женщины Правое Стихотворение О тяжелой Доле Женщины То Слова Стихотворение Остались Одни и Те же Их Никто Не Переписывал А Смысл Стихотворения Меняется На Противоположный То Вот Так Происходит Подмена Понятий То Зачастую События Которые Происходят Ему Дается Новая Трахтовка Новое Описание Новое Толкование В результате Содержания Стихотворения События Становится Полностью Невозможным Вплоть до Противоположного Это Иллюстрация По тому Как Происходит Такое Понятие Взято С моего Мира Очень Кричатый По теме Теперь Мы Будем Рассматривать Подмену Понятий Более Тонкую Посмотрите Внимательно Вот Эта Картина Висит В русском Музее Она 64 квадратных Метра Площадь Квартир Это Больше Чем Некоторые Даже Трехкомнатные Квартир Но На этой Картине Выложены Ложные Информации Давайте Чуть Побольше Сделаем Давайте Смысл В чем Заключается Она Не обрезана Кто Читал Внимательно Библию Да Тут Есть Два Очень Таких Интересных Моментов Первый Момент Это Горы То есть Это событие Происходит В пустыне Второй Момент Моисей Возвиг Не столб А Сделал Шет В виде Кодуцея Когда Два Змея Оплетает Один Шест То есть Мы видим Что кто Представьте Затратил Огромные Деньги Для того Чтобы создать У нас Ложную Картинку Понимания Того Что происходило На самом деле Кроме этого Когда я Разговаривал С женщиной Хранительницей Этого Зала Она Мне Рассказала Почему Именно Шест Почему Один Змей Был Из Алюминия Другой Змей Был Из Меди Оказывается Все очень Просто Гальванические Токи На этом Шесте Стоял Простой Излучатель Понимаете То есть Все очень Просто Объясняется Кто Моисею Дал Этот Излучатель Мы Даже Скажем Так Не будем Гадать Следующая Картинка Называется Военно-морской Экипаж На Сенатской Площади Смотрите Внимательно Парадокс Этой Картинки В чем Вроде бы Картина Все с ней Знакомы Но Тут есть Три Момента Которые Не соответствуют Действительности Первый Это Точка Ракурса Этой Точки Ракурса В 30 25 Году Не Существовало Вот Этот Дом Якобы С которого Рисовалась Эта Картина Будет Построен Только В 36 Году Первый Это Момент Второй Момент Если Вы Обратите Внимание Так Вот Видите Вот Ходит Офицер Один Офицер Вот Второй Офицер Ну Тут Сержант Команды Тут Третий Офицер И так Далее Они Ходят В Лосинах А Лосины Это Летняя Форма Одежды Вот Этот Полк Целиком Построен В Летней Форме Одежды А Вот Этот Полк Построен В Шинелях А Мы Знаем Что Такие Шинели Появились Только Сейчас Я скажу Точно Одновременно С винтовкой Мусина И Одновременно С Весьмешком Который Называется Сидер Который До сих пор Поменяется В войсках То В конце 19 Века Такие Шинели Появились Момент Такой Интересный Следующий Момент Точно Соответственно Вот этой Формы И вот Этой Формы Так Не бывает Мы Помним Что События Прозошли В декабре Представьте Себе Допустим Оборона Москвы А по окопам Офицер В лосинах Ходит Сколько Он Сможет Воевать От силы Минут Тридцать Ну Я Просто Вам Одежды Почему Лосину Не видно В летней Форме Одежды А летняя Форма Одежды Она Подразумевала Ну Губи Офицерские Лосины Сверху Сюртуб Сверху Такую Вот Вы должны Ну Как офицеру Мне поверьте На слово Вот так Вот Можете Открыть Эту Скачать Эту Фотографию С сайта И посмотреть В очень Хорошем Каче Второй Момент Который Не соответствует То есть Форма Одежды Потом Обратим Внимание На Реку Вот здесь Нарисован Вот здесь Нарисован Мост Слева Исаакиевский Мост С одной Стороной Когда я Начал Проверять Как Так Вот Зима Исаакиевский Мост Оказывается Действительно Исаакиевский Мост Устанавливался До Семнадцатого Года Включительно А На дальнем Фоне Москвы Напротив Видите Шпиль Такой Сзади Да И По воде По льду Ходят Люди И Ну Это Качество Уменьшено Там Санин Переправляется Через речку Да То есть Это говорит О Очень хорошем Льду На самом Деле Вот Это Очень Главное Самое Главное Противоречие В картине Давайте Посмотрим Как Выглядит Исаакиевский Мост Значит Я сразу Буду Говорить Что Все Что Я буду Рассказывать В большинстве В своем Случа Будет Относиться К Питеру Значит Смотрим Какой Был Исаакиевский Мост Самое Парадоксальное Что Вот Эта Картинка Является Собственностью Соединенных Штатов Америки То есть У нас Ее Нет Обратим Внимание На Мост Нам Указано Что Мост Четыре полосы То есть По две полосы В каждую сторону Капитальный Мост Мы видим Тротуары Для людей Очень мощные Быки На которых Стоят Мост А рядом Парадоксально Ходят люди По льду И какие то еще Во льду Посаженные Елочки Судя по тому Что справа Мы видим Трехэтажное Здание За мостом Этот мост Эта картина Написана После 1836 Года Когда это здание Которое сейчас Конституционный суд Было построено Одно но Вот этот мост Полностью не соответствует Тому Что было нарисовано На самом деле Этот мост Выглядит Вот таким Следующим образом Это Барочный мост Или по другому Можно назвать его Пантон Вот это Для примера Я привожу вам пример Моста В Нижнем Новгороде Этот мост То есть система Такая Летом Он устанавливается То есть Утром Его Разворачивают Ставят По нему ездят Машины Ночью Его убирают Для того Чтобы могли Пройти корабли В Нижнем Новгороде Кто проезжал Утром На Из Санкт-Петербурга В сторону Челябинска На поезде Эту ситуацию Мог видеть в окно То есть Своими глазами Так вот Барочный мост Который в Санкт-Петербурге Устанавливался И ставился Он устанавливался Только на летнее время То есть Вот этот мост Который Мы видим На картине Он Является Ничем иным Как Барочным мостом То есть Либо мы должны На этой картине Видеть Либо вот этот мост И Нева Открытая Безо льда Либо Люди Которые ходят По льду Вместе с картинами Но этого моста нет То есть Можно Вывод Сделать По этой картине Следующий То есть Кто-то Проплатил Эту картину Человек Который Рисовал Вот эти вот моменты Не знал Тонкости Не знал Что офицеры Зимой В лосинах Не ходят То есть Форма Бывает Либо зимняя Либо летняя Если зимняя Форма То все В зимней форме Если летняя Форма То все В летней форме Ходят Независимо От того Плюс 15 Или Минус 20 Этот мост Который Справа Он Либо Стоит И Нева Открыто Без Льда Либо Его Нету И люди Поддухивают Это Почему Потому что Когда Начинается Ледосплав И лед идет По Неве Этот мост Каждую осень Весну Будет Утаскивать Пинский залив Его будут строить До очередного Так Месяцев 5 То есть Его надо будет Перестраивать Каждый год Что Сами понимаете Нецелесообразно То есть Мы видим картину Которая написана По заказу Описывает Какой-то процесс Который Происходил Но Возможно Он происходил Не так И не на этом месте Не будем вдаваться В подробности То есть Эта картина Скажем так Авторский Вымысл И не более того Вымысл Теперь Посмотрим На таким явлением Сколько усилий Художники Потратили на то Чтобы создать Образ Петра Первого Не будем спорить Он ложный Не ложный Мы говорим Об Усилиях Которые Направлены На то Чтобы создать В нашем представлении Определенный Образ И отклик Мы видим Красивый Достаточно Мужчина Крепенький Все Ну Если посмотреть Достаточно Упитанный Здоровый Можно даже Сказать В теле Ничем Не отличается От других Людей Но Одно Но Когда мы Начинаем Смотреть Его реальные Лещи Реальные Это Эрмитаж Оставить Это Оружайная Палата В Оружайной Палате Висит Его Каптан Ну Судя по Каптану Он Не Создает Впечатление Очень Большого Человека То есть Он был Два Местра Ростом Но На Пятидесятый Размер Он не Тянет Вот Если посмотреть На максимум Ну Сорок Шестой Размер То есть Человек Очень Узкий В Плечах То есть Ну Действительно Очень Узкий Очень Высокий Очень Узкий Если Посмотреть На Его Сапоги То Можно Обратить Внимание Во-первых Сапоги У него Были Сорок Восьмого Размера Если Посмотреть На Сапоги У него Очень Высокое Голенище А Вот Там Где Начинаются Складки Ботфор Да Верхний Там Заканчивалось Колено То есть Очень Длинное Голенище Получается Очень У человека Что В принципе Неестественно Теперь Посмотрим Как он Реально Выглядел Да То есть Немного Отличается От тех Красивых То есть Людей Которые Написаны В которые Стоят Всякие Памятники Про него И так Дали То есть Худой Неестественно Да Неестественно Узкоплечий Узкие Длинные Пальцы И маленькая Голова По отношению К туловищу Да То есть Обычно Если человек Широкоплечий Здоровый То есть То и голова Неумощный Соответственно То есть Какое-то Ну Можно назвать Даже особи Определенные Ну Значит Сразу Отвечу На вопрос Игоря Петренко Возможно Что восстание Было летом Не исключено Значит Но Вопрос Это Потом Позже Чуть Мы Разберем Сами Понимаете Что Петр Первый Выглядел Совершенно Не так Как Нам Его Рисуют Но Давайте Сравним Может Это Тоже Вымысл Художника Который Создал Этот Картину Если На него Похожи Его Родственники Петра Первого И мы Видим Картину Петра Третьего Это Внук Петра Первого Что Мы Видим Да Точно Такая Широкая Кость В тазу Мощная Узенькие Плечи И Голова В принципе Нормальных Пропорций Да Вот Такой Вот Тоже Очень Суразный Человек Но Единственное Что Очень Сильно Настораживает В этой Картинах Да Если Вы Посмотрите Фигура Петра Первого В них Идентичная То есть Ну Единственное Что В одном Случа Кисть Чуть Отставлена В сторону В другом Случа Одеты Перчатки А Даже Костюм Один и Тот же Такое Впечатление Что Эти Картины Рисовались По Ксероксу Понимаете То есть Сразу Возникает Куча Вопросов По Был ли Такой Вообще Персонаж В истории И Кто Его Придумал Сами Внимательно Обратите Внимание Что Ксерокса В то Время Не Существовало А Если Картины Смотреть В разное В разное Время То Вы Даже Не Заметите Что Это Тождественные Картины Абсолютно Не Заметите Вот Еще Один Момент Три Картины Петра Первого В Родное Время Ну Если Смотреть На Изображение Лица То Да В Динамике Показано Как он Менялся Рост А если Посмотреть На его Фигуру Такое Впечатление Что Он Ни разу Не забыл За 50 лет Своей Первоначальной Позу Когда Его Рисовали Такое Впечатление Что Тоже Это Дело Сделано По Ксерк Или С помощью Другой Технологии Теперь Рассмотрим Один Момент Значит Мидгард Все говорят Мидгард Земля Мидгард Земля Мидгард Земля Это Серединная Дорога Или Перекресток Шести Космических Путей Поэтому На территории Мидгарда Встречаются Особи Не только Человеческого Внешности Но и Достаточно Другие Посмотрите Внимательно Это Скажем так Рептоиды Вот Если Этого Ящера Который Стоит В центре В центре Поставить Вертикально Одеть На него Треуголку У него Будет Широкий Таз Мощный Брюхо И узенькие Плечи Это Очень Похож На Петра Третти Ну ладно Не будем Шутить В отношении Императора Да А вот Если Вы Хотите Посмотреть Касается Тем Кто Живет В Санкт-Петербурге Вот Касается Вот Этого Существа Да Если Вы Хотите На него Посмотреть Вы Завтра Должны Утром Рано Встать Приехать В Кунсткамеру Подняться Сразу От входа На второй Этаж Пройти В конец Кунсткамеры Вот это Там Где Уродцы Нарисованы Да Увидите Высокого Двухметрового Скелет Человека И справа От него Находится Скажем так Экспозиция Вот На экспозиции Находится Два Человека Два Таких Человечек Маленьких Лица Размером Примерно Кулак Посмотрите Это Очень интересно А В шкафу Который Стоит Первый Шкаф Который Стоит Рядом С этим Человеком Двухметрового Роста Выставлен Скелет Этого Существа Размером 50 сантиметров Новорожденный Вот Если Сравнивать С тем Скелетом Который Стоит В углу Вы Увидите Что У него Очень Маленькая Челюсть И Просто Огромная Просто Глаза Невероятно Огромная Глазница То есть Если смотреть На этот Скелет Глазами Вот В этом Ключе Вы сразу Узнаете Это существо Самое Парадоксальное Давайте Рассмотрим Еще существа Которые Встречаются На нашей Земле Это Святой Ну давайте Так Мы живем Не в мире Газ Да А На Медгарде Ну давайте Так Насчет Окупации Мы рассмотрим Во второй Части Конференции Это Святой Кристофер Основатель Веры Кристоферианской То что Называется Христианская Вера Так И Католической Веры То что Нам Рассказывают Под христианской Верой Это Пожалуйста Вот Его Работа Могли Ли Нарисовать Просто Так С Так Головой Никогда Никогда Человек Не может Нарисовать То Никогда Чего Не Видел Вот Обратите Внимание На Правую Икону Да У Него В руках Крест Очень Странная Форма Внизу Косой Перекладина Это Символ Кристоферианства Или Католичества А сверху Наверху Такая Маленькая Перегородочка Дело Все В чем Заключается Что Розомир Распяли Не на Посолке Кресте А на Т-образном Кресте И вот Как раз Вот этот Верхний Перекладина Это Символ Вот этого Распятия На Т-образном Кресте Теперь Посмотрим Следующее Заблуждение Которое Нам Постоянно Рассказывают И Постоянно С Нас Этим Делом Разрушают Нашу Птиху Смотрим Картина Воснецова Все правильно Время Ивана Третьего Согласно Википедии Если Почитаете Кремль Был Перестроен На Красный Во времена Ивана Третьего Мы Видим Наших Ратников Все Полностью Соответствует Действительности Времена Ивана Третьего 1500 Год Люди Одеты По форме Все По форме Кремы Красные Дальше Смотрим Находим Парадокс Вот эта Картина Написана Тем же Самым Воснецовым Буквально За несколько Лет До Той Картины Что Мы Видим Эта Картина Называется Рассвет Кремля Люди Одеты Уже Как Ну Скажем Так 17 Век Стрельцы Все Вроде бы Нормально Справа У нас В правой Части Картины У нас Красное Здание А Кремль Сам Белый То есть Получается Воснецов Писал Через Несколько Лет Картину И не Помнил Что он Писал Белый Кремль То есть Если вы Сейчас Пойдете На Территорию Кремля Посмотрите На Кремль Он Сделан Из Нового Кирпича Вопрос Создаётся Открытый В каком Году Кремль Перестроивали Это Реально Открытый Вопрос Ответов Ни в одном Источнике Вы не Найдёте Вот Это Самая Интересная Картинка Почему Потому что Эта Картинка У нас Заложена С детства Мы все Знаем Что Три Богатыря Вместе Создавали Совершали Подвиги Вместе Громили Врагов И так Далее Теперь Разберёмся Как оно Было На самом Деле Вот Это Добрыня Никитич Или Добран Дядя Владимира Красно Солнышко Посередине Сидит Старый Казак Илья Муромец Который Историческое Лицо То есть Добрыня Никитич Быстрел Историческое Лицо И Илья Муромец Тоже Был Историческим Лицом То есть В настоящее Время Тело Ильи Муромца Похоронено В Киево Печорской Лавре То есть Илья Муромец Он Историческое Лицо Проживал В 1190 Году Похоронен И служил Он Не Владимиру Красное Солнышко А Владимиру Мономаха Отсюда Можно сделать Вывод Что Красным Солнышком Назывался Владимир Мономах А не Владимир Кровавый Василий Кровавый Креститель Руси Что касается Алеши Попович Алеши Попович Такого Богатыря Никогда Не было Это Собирательный Образ Тех Богатырей Видите Которые Погибли Во время Битвы И Накалки И Один Из них Князей То есть Александр Был Вот Собирательный Образ Этого Александра Вылился В образ Алеши Попович То есть Эти Три Богатыря Три Богатыря Никогда Не могли Оказаться Сразу На одном Месте Ну Этот Момент Понятен Всем Да То есть Нам Определенным Образом Внушили Определенность Теоретип И мысли В голову Рассматриваем Дальше Вот этот Момент Главный Человек Который Скажем Так Вложил В умы Русских Людей Немного Очень Страшно Это Зараза Немного Очень Страшно Достаньте Пожалуйста Все Калькулятор И проверим Одно его Высказывание Значит Александр Хиневич Недавно Сообщил Что заканчивается 52 Круг Жизни Пожалуйста Умножьте 52 На 144 И у вас Получится Что 52 Круг Жизни Закончился 7488 Восьмом Году Выходит Наш Главный Жывец Главный Жывец Не умеет Считать Оказывается Он Все Очень Хорошо Умеет Считать Сейчас Вам Покажу Смотрим Такой Момент Из Вет Обратите Внимание Вот Я Обращаю Внимание На Текст И Укажет Верховному Жрецу На Сына Жреца Леса Из Рода Трехлунных Давайте Расшифруем Кто Такой Род Трехлунных Это Хиневины Или Хиневичи Это Конкретно Фамилия Так Как же Расшифровывается Сын Жреца Леса Берем Имя его Александр Олег Это Внук Леса Асан Др Это Сын Друида Сами Мы Понимаем Что Друид Является Жрецом Леса Вот Очень Интересный Момент Фраза Заложим Теперь Следующий Момент Фраза И Пробуждение Духа Покровителя Принесет Белый Пес Белый Пес Это Название Года Какой Год Мы Сейчас Это Разберем Год Это Соответствует 92-93 Году Когда Начал Трудиться На Длани Тас Вот Эту Тяжелую Длани Верховного Жреца России Товарищ Александр Хиневич Да И потом Идет Описание Что Новый Жрец Будет Странствовать Будет Скайпище Восстанавливать То есть Повышные Подвиги Совершать Да Давайте Посмотрим Следующий Момент Во-первых Мы Знаем Что Началось С Звездных Храма Да Начало Эпохи Да Обратите Внимание Что Закончилось В 80 Году В 80 Году И Круг Жизни Закончился В 7088 Году Да То есть Круг Жизни Закончился В красных Хромах Звездных Храмах В 80 Году Если Тайщ Хиневич Такой Принципиальный Да То Сейчас Идет Не 52 А 53 Круг Жизни Если Быть Принципиальный Да Следующий Момент Смотрим Ну Что произошло В В году Небесного Феникса Я разгадать не могу Это 70 Год Да Ну А что Произошло В год Белого Пса Вот 125 Лето От начала Круга Да Это 93 Год Я еще раз Говорю Это год Начало Управление Церкви Да Хиневич Теперь Давайте Обратим Внимание На такие Моменты Которые Он еще Умудрился Внедрить В наш Музе Первый Момент У него Сутки Начинаются В 18 Часов Вечера При этом Самое Интересное Что сутки И год Начинается Отчет Идет С Осеннего Равнодельствия 18.00 В 18.00 Осеннего Равнодельствия Происходит Закат Солнца То есть Если на Образах Это Смотрите Это Момент Смерти Солнца И С этого Момента У него Начинаются Сутки Следующий Момент Осеннее Равнодельствие День Становится Меньше Тем Ночь Это Момент Победы Тьмы Над Светом И Этот Товарищ Яневич Установил Для нас Установил Для нас Такой Момент Как Начало Очередного Лунного Курита Не зря же Он Трехлун Теперь Давайте Посмотрим Такие Моменты Утрощих Синевич Перун Пролетел На Вайтмаре Слово Вайтмара Обозначает Белая Смерть Так как Мара Богиня Смерти Теперь Обратим Внимание Следующий Момент Если Читать Перун По Нашей Транскрипции В нашем Написании То Аббревиатура Следующая Путь Есть Ратный Утех Наша То есть Достаточно Понятная Аббревиатура Если Читать Старая Транскрипция Есть Переводится Как Совокупность Физических Законов Сами Понимаете Самое Удачное Толкование Вот Этому Явлению Дал Николай Викторович Он Сказал Пролетел Инспектор Который Представился Что Его зовут Перун Да И Не значит Что на самом деле Его имя так и соответствует То есть Это наиболее Правильное Светет Толкование Вот Этого Так Момента Нового Завета Не Нового Завета А Пятикнижья Ахинеева Да Дай Бог Сами понимаете Это тоже Немного Отличается От то Что Дается Толкование Хиневич Да И вот Самое Обратите внимание На толкование Слово Меч Правильно Это часть Моей сущности Когда В 1500 Гот Забыл Когда Происходило Стояние На Угре Хан Ахмат Сказал Дмитрию Третьему Мы О вас Своей мечи Поганить Не будем Хотите Быть рабами Будьте Мы не рабы Мы арабы То есть Антирабы Меч В этом понятии Честь свою О вас Поганить Не будем Понимаете То есть Вот Идет Некоторое Толкование Раскрывает Реальные события Которые Тогда Происходили И с тех пор Появился Страстный Враг Христиан Это Арабы Теперь Разберемся Еще Одну С одной Легендой Которую Нам Написали В Ведах Скажем так С мифом Который Изложен В пятикнизе О Хиневич Ну Скажем так Это Вот эта Картинка Это только Предположение Поэтому Вы сильно Не реагируете На нее По форме Обратите внимание Очень похоже Теперь Разберемся Вот с этой Картинкой И с этим Мифом Вот представьте Пятьсот тысяч лет Назад Наши предки Высадились На Северном полюсе На материке И им Так понравилось Что солнце Постоянно Светит в глаза Ну Кто Утром Ездил На машине Тут Знает Что такое Когда Утро Солнце Ходит Над горизонтом Тяжело Ехать Что они Остались Вот Им в глаза Светит И они Остались На этом Материке На пятьсот Тысяч Лет Следующий Момент Перед тем Как разрушить Но они Жили Согласно Мифу Они жили Очень скромно Хоть и летали В космос Но Похоже Не пользуюсь Большими техническими Средствами На земле Почему Потому что Когда Им сообщили Что через 15 лет Упадет Леля И Погрузиться Смотрите Смотрите 15 лет Сдави Перемещались На Материк Обратите Внимание Они Перебирались 15 лет У них Есть Виманы Вимары Вайтмары Но 5 тысяч На предприятия Почему Потому что Были Большие Предприятия Были Маленькие 5 тысяч Это 5 тысяч Рабочих Плюс Жена Плюс Двое Детей Итого 20 тысяч Человек На каждое Предприятие Это Порядка Получается 30 Миллионов Человек Плюс Стонки Перевезли Плюс Перевезли Все запасы Допустим Угля Руды Всего Остального И все Заготовки Которые За все Это Время Изготовили То есть Перевезли Не просто Огромный А Невероятно Огромный Объем Предприятий Товаров И Людей За Три Месяца При этом Надо учесть Что у нас Не было Ни Виман Ни Вайтмар Ну Ни Вимар Да Ничего не было То есть Мы были ограничены Только Пятью ветками Железнодорожных Путей Которые Нас соединяли Восточную Часть И Западную Часть То есть Как вы Понимаете В этом Части мифа Про Дарю Немного Не совпадает И Потом Последний Момент Смотрим Следующий Момент Да Рассмотрим Часть этого мифа 500 тысяч лет Жили на одном месте Никуда не расселялись Возьмем Современный Китай Сто лет назад Их было Сто миллионов Сейчас Их примерно Полтора миллиарда И им тесно На этой территории Прошло Всего сто лет Чтобы Чтобы 500 тысяч лет Люди С этого Участка Земли Не Расселялись Ну Должна быть Должна быть Нулевая Рождаемость Вот такие Вот моменты То есть Миф о том Что люди Не расселялись С это Место Достаточно Легко Опровергается Теперь Я вам Должен показать Одну вещь Вот теперь Смотрите Внимательно Надеюсь Меня слышно Вот смотрите Внимательно Мою Картинку Увеличу Я буду показывать Руками Все мы знаем Слышно Меня Еще раз Смотрите Внимательно Все мы знаем Что Китайцы В своих Летописях Написали Что солнце Убежало На север Теперь Мы делаем Что Вот смотрите Внимательно Вот у нас Поверхность Земли Солнце Убежало В эту сторону Земля Двигается В эту сторону Что происходит Вот смотрите Внимательно Вот эта поверхность Китая Вот это Индийский океан То есть У нас Что происходит Земля Происходит Ныряет Под Индийский океан И вода Захлёстывает Все До Манчжурии Одновременно Захлёстывает Австралию Индонезию Японию Индию Когда Китай Двинулся На юг Вместе С ним Двинулся На юг Манчжурия Сибирь И то что находилось На северном полюсе Двинулось На юг Если Смотреть На ту Карту Которая Представлена Вот на эту Карту Она Представлена Во многих Источниках И так далее Указан Полюс На северном Конкретно Посередине Северного полюса Все мы знаем Что эта карта Нарисована Копия С более древней Карты Но когда мы Слышим Про то что Это копия С какого то документа Более древнего У нас Сразу начинают Вопросы Почему Где оригинал Покажите Николай Викторович Четко доказал Что полюс В то время Когда была Дарья Находился На юге Гренландии И все Старые пирамиды Указывают Именно На это место Соответственно С никакого Вот этих Четырех островах Если вы Обратите внимание Вот сюда Вот Они здесь Просто не помещаются Острова Должны быть Размером С Гренландию То есть Не помещаются Да А почему Нам здесь Нарисовали И подсунули Карты Притом Я обратил Внимание Очень много Карт И все Рисуют Именно в том Месте Четыре острова И все Это очень Древние И все Являются Копиями То Как вам сказать Если задаться Вопросом Является Находится ли Дарья на севере Да Ответ И нет И да Одновременно Почему Потому что Простого Ответа Нет Сейчас Ну я согласен Как у нас Замечание Что Ноэ сел На ковчег А не на корабль Но Скажем так Он на спасательное Средство Сел Не будем Конкретно К словам Продираться Замечание Принято О чем Сейчас момент Такой скажу Что ответ И да И нет Находилось ли Дарья на севере Потому что Нам подменили Понятие север Север Это не географическое Понятие Изначально Да А было Понятие Все Вера То есть Все Есть Вера То есть Изначально Источник Начальных знаний И веры Нашей То есть Когда вот Сопоставляем Столько знаний Да Я всегда удивляюсь Почему мы ищем Дарью Не океана А не в Даурии Понимаете Он даже Звучит одинаково В Даурии Дарья Даурии Дарья Действительно Действительно Как называется Звучит одинаково К тому же Если посмотреть Там проживали Манжуры Кто такие Маны Так Мы сейчас Это дело Разберем Обратим внимание Следующий момент Давайте я сейчас Опять перейду В звуковой режим Чтоб вам была Картинка не пропадала Обратите внимание Так Это скриншот Фильма О Илья Муромца Да Вот обратите внимание На одеяние Князя Владимира Это одеяние И вот эта корона Да Если пойдете В храм Христа Спасителя В Москве Посмотрите Там цари иудейские Один в один То есть Морем Да Вот здесь Особенно видно Да Вот этот нагрудник Это нагрудник Царей А также Первосвященников Иудейских То есть Кто снимал этот фильм Они отлично знали Как выглядел Князь Владимир Но тут Надо момент Сказать Потом мы докажем Что не князь Владимир Походил на их Царей Да А их Цари Походили На наших На нашего Князя Вот посмотрите Это Видите Вот это Вот Очень характерная Часть Она Кстати Сохранилась У наших Попов Вот эта Деталь Да Ну Нам рассказывают Что князь Владимир Это наш Князь Исконно русский Там Постой Поехал Ну происходит Подмена Понятия То есть Мы видим Что он Одет Конкретно Как Иудейский Первосвященник И это Очень заметно Кто знает Как одеваются Священники И особенно Знает Как одеваются Равины Теперь Перейдем К нашим Заблуждениям Которые Присутствуют У всех Нас Да Проблема В чем Заключается Мы слышим Только то Что нам Выгодно Слышать Видим Только то Что мы Видим Хотим Видеть И Понимаем Только то Что заинтересованы Понимать Вот теперь Давайте посмотрим На такой Момент Слово Слово Аримы Слово Аримы Это Аримы Когда нам Товарищ Ахиневич Рассказывает Что Русские Бились С китайцами Это Неправда Я Руками Показал Руками Что произошло С Китаем Китай Оказался Под водой Так как Сами Понимаете Он Сдвинулся На юг А Он Жидкий Он Не Может Сразу Сдвинуться То есть Он Остался На том Месте Где Стоял И Китай Был Затоплен Сохранить В этих Условиях Хоть Какую-то Промышленность И уровень Цивилизации Невозможно Для примера Я вот Поведу У нас Рядышком Город Мяс Расшифровывается Как Мы Астрия Рядышком С городом Одна река Не река А озеро Называется Тур Го Як Тур Го И як Это Руны Даорицев То есть Раньше Это назывались Даорийские Руны Сейчас Этими Рунами Назвали Скотин Понимаете То есть Это Яки Туры И коровы Произошло Подмена Понятия Теперь Разберем Слово Ариман Да Слово Ман Это руна Это человек Стоящий С поднятыми руками Само Слово Ман Это Бессмертный Духовный Человек Не духовный А сильный Духом Давайте Не будем Подтвергать Слово Духовный То есть Бессмертный Человек Да И Ариман Это Ариман То есть Во время 7500 лет назад Война 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 Белых Людей С белыми Людьми К сожалению Вот эта Зараза Которую Придвнес Архиневич Она Полностью Овладела Нашими Умами Что мы Воевали С китайцами Теперь Давайте Посмотрим Такой Момент Если бы Мы Воевали С китайцами 7000 лет Назад Отчисленность Их Удваивается Каждый 20 лет То сейчас На территории Земли Жили бы Только Китайцы То есть За 100 лет Они увеличились В 30 раз То представьте Во сколько бы раз Они увеличились За 7000 лет То есть Намного больше Следующий момент Опять же Касается Наших Скажем так Стереотипов Разберем То есть Когда нам Выгодно В слове Мария Магдалина Мы услышали Такое слово К сочетанию Букв Как Маг Из долины А когда Нам не выгодно То В слове Магомед Маг И медик Мы не можем Услышать Два слова То есть Для нас Магомед Это Всего лишь Основатель Мусульманства Что такое Мусульманство И кто такой Был Магомед Мы разберем С вами В последней части Сегодняшнего Заметки Конференции Слово Аллах Происходит Не от слова Элохим Как нам Рассказывают Да Товарищ Ахиневич А от слова Прошу прощения Меня слышно Спасибо что дождались Благодарю Я извиняюсь За это Но меня просто Выкинули Враги Мы как только Дошли до Главного Так Нас Разъединили Ладно Рассмотрим Этот момент Аллах Это все Бог Это мы Рассмотрели Следующий момент Давайте так Рассмотрим На основании Выше Зложенного Надо ли Читать Веды Товарища Ахиневич Существует Пятикнижие Моисеева Сейчас Пятикнижие Ахинева Я скажу Да Нужно Почему Потому что В них 70 и более Процентов Правды В них Очень много Искажений Он внес Это да Категорически Согласен Может ли Допустим Жрец Не знать Какой Сейчас Круг жизни Заканчивается Не может Не может Знать Это Либо Самозванец Да Либо Провокатор А может быть И то и другое В одном лице То есть Мы должны Использовать Веды Которые Нам даны Но быть Готовы К тому Что нас Обвинят В том Что это Пальшивка Мы должны Быть К этому Готовы Следующий Момент Надо ли Изучать Те уроки Которые Дает Хиневич Александр Я вам Только что Привел Пример Что Аримы Это белые Люди А не Китайцы Давайте Нужно Почему Потому что Люди Которые У него Учатся Они Будут Скажем так Мы с ними Будем Постоянно Работать И мы Знать О чем С ними Разговаривать Теперь Перейдем К этому Файлу Еще Раз Открываю Файл Это Динамика Численности Роста Людей Происходящей На территории России Смотрим Колонку L Если Мы знаем Что при Петре Первом Было 17 Миллионов Человек И Каждых 20 Лет Происходит Удвоение Численности Населения То В 1905 Году У нас Должно Быть 8 Миллиардов 740 Миллионов Человек А Это Неправда Смотрим На голубую Справа Колоночку В 1910 Году В 1905 Году У нас Было 160 Миллионов Человек Откладываем Цифры Назад Получается Что У нас Было 160 Миллионов Во времена Петра Первого У нас Должно Быть 310 Тысяч Человек То Мы Наблюдаем Что В период Между 1805 И 1825 Годом У нас Численность Населения То есть Правая Графа И левая Графа Не совпадает В разы То есть Что происходило Вообще В этот промежуток Времени Да Это Скажем так Надо проводить Отдельную конференцию Разбираться Что могло Позойти В этой В смысле Откуда Вот эти данные Давайте так Очень простое Первая цифра 17 миллионов Это данные Мы знаем Численность Населения В конец Правления Петра Первого 1905 год 160 миллионов Это данные Официальные Переписи Населения Их приводит В том числе Ахиневич На своих занятиях 160 миллионов Человек И Товарищ Столыпин Когда выступал Удвоение Населения Происходится Каждых 20 лет Опирался Именно на Эту цифру Ясно Тхеневича Мы сейчас Разбираться Не будем То есть Вы поймите Что левая Колонка И правая Колонка Не совпадают В разы То есть В этот промежуток Произошло Что-то Очень страшное Что уменьшило Численность Населения В разы То есть Порядка В 40 раз Понимаете То есть Вот так вот И вот этот момент Я укажу У вас Следующее Это Когда буду Повышенный Потенциал Показать На это Сразу укажу Что возможности Наши Резко сократились После определенного Времени Теперь мы Рассмотрим Один момент Сейчас Это Все знают Что в башню Близнецы Попало Два Самолета Но Обратим Внимание На Рисунок Вот Эта Схема Строительства Небоскреба Что мы Видим Что Небоскреб Состоит Из внутренних Железных Конструкций Вот Внутренней Да И Внешней Железной Конструкции Каждая Железная Конструкция Представляет Себя Вот такого Швеллера Гробомадный И очень Толстый То есть Представьте себе Что у вас Стоит пивная Банка Из под пива Пустая Вы берете Самурайский Меч Бьете по этой Банке Пивной Мечом И меч У вас Разлетается В дребезги То есть Это Невозможно То есть Обратите Внимание Вот это Соседний Небоскреб Соседний Небоскреб Вот эти Детали Которые Получились Когда Верхняя Часть Упала И Зацепила Соседний Небоскреб Сами Швеллера Сами Швеллера Остались Целы Только Погнули Порвалось Она Вот видите В месте Где Швеллера Между собой Соединяются То есть Это говорит о том Что сама Конструкция Очень прочная А Самолеты Которые Летают Они Сделаны Из Алюминия То есть Прочность В разы Несоответствующая А теперь Посмотрим Что бывает Когда самолет Попадает В корабль Вот это Снимок Сделан Во времена Великой Отечественной Ины Когда Японские Камикадзе Таранили Небронированные Корабли Внутрь Корабля Попадался Только Прочный Мотор Который Сделан Из чугуна Все остальное Осталось Снаружи Вы спросите Как же так Все же Видели Самолеты Все видели Как они Попадают Давайте Посмотрим На Конструкцию Опор Нас Интересует Правая Опора Я что могу сказать Что самолетов Вообще Не было Посмотрите Внимательно Правила Опора Самолет Должен был Перерезать Вот эту Балку Насквозь Вот представьте Стоит Танк Танк Да Летит Самолет Боинг Он задевает Танк Крылом Башню Танка Да Башня Танка Разрезается Пополам Разрезается Пополам А самолет А самолет Продолжает Лететь Дальше Это по моему Просто Бред Давайте Вот теперь Посмотрим Вот на эту Фотографию Обратите Внимание Да Вот здесь Вот Очень ровные ряды Как обломанные Да Это внешняя Обшивка Обратите Внимание Вот Вот на этот Момент Очень Обратите Внимание Там стоит Женщина Да 15 минут Сюда Влетел Самолет Якобы На нем Порядка Ну 100 тонн И больше Топлива То есть Там сейчас Пылает огонь Там температура 900 градусов А женщина Стоит Спокойненько Вот она И наблюдает Кричит О помощи То есть Говорит о том Что никакое Топливо Там не разливалось А теперь Обратите внимание Вот на этот Факт Значит Более подробнее С этим моментом Да Можете Познакомиться В статье Взрыв В здании С помощью Ядерных взрыв Небоскребов Там изложены Обратите внимание Вот если бы Вот сюда Врезался самолет В небоскреб То обломки Он бы увлек За собой Внутрь здания Никогда Обломки Не летят На встречу Самолету Вот такие вот Моменты То есть Статья Достаточно Обзорная Со всеми Этот Ну Скажем так Насчет Цифровой Женщины Может быть И цифровая Да Но момент Какой Что На сайте На сайте Сейчас я ссылку Вам кину Приводится Очень интересный Момент Там приводится Фильмы Так Что происходит Когда самолет Пролетает Что происходит Когда Да Это Залив Дистанционно Нет Солкновения Притом Было Заложено Так Я вот Вам В чат Скидываю ссылку Значит Регистрироваться Там не надо Регистрироваться То есть Отменяйте Отмену И потом Статью Отдельно Почитайте Я для чего Привел Вам Вот этот Пример Показать С единственной Целью Как легко Нас обмануть Понимаете То есть Мы все верим Что были Самолеты Давайте Так Я Ссылку Дал На статью Ссылку Дал На статью Вы поймите Что Представьте себе Мухобойку Летит Муха Вы бьете По мухе Мухобойкой То есть Примерно Соотношение Прочности Самолета И вот этих Стальных Конструкций Муха В смятку Бьете Вы сильнее По мухе Муха Опять В смятку Вопрос С какой Скоростью Надо ударить Мухобойкой По мухе Чтобы Муха Прошла Насквозь Мухобойки При этом Мухобойке Остался Дырка Включая Включая Значит Крыльев Чтобы Дырка Была Осталась То есть Если бы туда Попал самолет Часть топлива Внутрь бы попала А остальное Растеклось бы По зданию Значит Я говорю Я привел Для примера Вот этот Павел Факт С единственной Целью Чтобы показать Что нас Очень легко Обмануть И мы Сейчас Пытаемся Доказать Что это Неправда Что это Так И Мы цепляемся За то Что называется Фундаментом Нашего Мировоззрения Олег Загружи Пожалуйста Строительные Технологии Теперь Мы переходим К строительным Технологиям И выводом Конкретно По Нашей истории Вы поймите Что касается Духа времени Да Это Дух времени Снят Специальный Фильм Чтоб Немного Нас Увести В сторону Как только Нам Подсовывают Виновных Автоматически У нас Происходит Скажем так Подтверждение Фактов Ложные В том числе И ссылка На эти Самолеты Теперь Переходим Ко второй части Мы Разбираем Такой момент Как Возможности Технологии Исходя Из того Что мы Видим Детали То есть Как На изделии Видно Среди Инструментов Так И по Изделию Можно Сказать Каким Способом Он Сделан С помощью Каких Технологий Давайте Обратим Внимание Вот На Такой Деталь Это Здание Расположено Дверь Расположена Невский Проспект 2 То есть Если Переходить На Дворцовую Площадь Со стороны Исаковского Собора Да Мы Можем Увидеть Дверь А На ней Вот Такая Вот Заплата Значит Как ее сделать С помощью Гранитного Допустим Как Древесины Мы знаем То есть Это Выпиливается Деталь На шипы Вклеивается Другая Деталь И все Остальное Но Как это Сделать С помощью На граните Мы Даже Представить Не можем Теоретически Эту вещь Можно сделать С помощью Ручного Инструмента Теоретически Но Вы поймите Что это Всего лишь Навсего Косяк Двери Если У вас Вручную Каждый Косяк Краснодеревщик Делал То Стоимость Стоимость Такого Ремонта Было бы Во много Раз Больше Обратим Внимание Это Вроде Б Маленький Заплатка Да То Что У нас Здесь Стоит Это Говорит О том Что Эта Технология Очень Часто Применялась Обратите Внимание Вот Такая Заплатка Самое Интересное На Той Же Самом Косяке С Другой Стороны А Вот Еще Одна Заплатка Притом Не Одна Заплатка А Их Тут Две Вот С Правой С Заплатка Их Левой Заплатки Это Указывает О том Что Это Как Что-то Саморазумеющееся Плюс Обратите Внимание Так Вот Дверь Сделана Как Вот Здесь Шов Склеенный То есть Верхняя Часть Она Проточена Под углом То есть Под Перпендикуляром То есть Очень Хорошая Четкая Работа Но Это Маленькие Заплатки Теперь Посмотрим Могут ли Они Поставить Большие Заплатки Отдельно Рассмотрим Памятник Петру Первому Во первых Он Отлит Массой 8 тонн 6-8 тонн Там От 6-8 Разные Источники Для того Чтобы Отлить Нужна Во первых Большая Печь Во вторых Чтобы Такое Изделие Сделать Люди Должны Постоянно Тренироваться В изготовлении Подобных Изделий То есть Просто Памятник Стоит На трех Точках То есть На двух Копытах Их держится Хвостом В этих Местах Должны Быть Анкеры Которые Засверлены Вставлены В Гранитную Подставку Но Мало того Обратите Внимание Еще На такую Вещь Вот Это Заплата То есть Обратите Внимание Как четко Она Подогнана Выпилена И этот Шок Ну По сравнению С размерами Можно Пренебречь Ну Это С этой Стороны Еще Ладно Сосмотреть А вот С этой Стороны С другой Стороны Обратите Внимание Заплату Поставили Сначала Приклеили Ее Именно Приклеили А потом Обрубили Как одно Целое Так что Это невозможно Отличить Как будто Это Единый Монолит Это Очень Сложная Технология Обратим Внимание На такой Момент Как нам История Показывает Николай Вопрос Такой Будет Ли Такая Статуя Держаться Без Крепления Задайтесь Вопросом Она Просто Опрокинется Под Собственным Весом Теперь Посмотрим Как Представляет Изготовление И Транспортировку Этого Изделия У нас В истории Да Вот Что касается Внизу Шарикоподшипник С полосой Да С этим Положением Можно Согласиться Это Линейчий Шарикоподшипник То есть Теоретически Так можно Перемещать Такую Глыбу Но Единственное Но В этом месте Должен стоять Катерпиллер Второй Момент Неясен Да Абсолютно Неясен Как эту Глыбу Подняли Поставили На подставку Вес Этой глыбы Согласно Википедии Две Тысячи Тон То есть Транспортных Средств Сейчас Не существует И потом Абсолютно Идиотическая Ситуация Что Глыбу Тащат Одновременно Обрубают То есть Обычно Принято Так Сначала Убирают Все лишнее Потом Легкое Изделие Перевозят На Нужное Место То есть Конечные Изделия Подставка Под Петра Первого Весит Порядка Шестисот Тон Изделий Скажем так Транспортных Средств Чтобы перевести Такое изделие Не существует До сих пор Ну Как вам сказать Вот нарисовали Картину Кто-то заплатил Деньги Для того Чтобы мы думали Что так оно и было Чтобы мы думали Что наши предки Являются Очень дикими Смотрим Следующий момент Да Если они могут Поставить Большие Маленькие Заплаты И большие Заплаты Могут ли они Поставить Маленькие Заплаты Средние Это Колонны Исаакиевского Собора Вот одна Заплата Вот другая Заплата Ну Это Как вам Сказать Это только Одна Из Ну Я Четыре Заплаты С этой стороны На счетах Рассмотрим Повнимательней Так Вот видите Заплата Да Вот давайте Так От нее На время От Влечемся Да И посмотрим За столб За столбом Находится Мраморная Панель Мраморной Панели Мы видим Канавки Да Эти Канавки Можно просверлить Только с помощью Фрезы Больше Ничем Сейчас я Объясню Почему Нужны Эти заплатки С помощью Фрезы Но Обратите Внимание Сама Панель Состоит Из Кусочков То есть Сначала Склеили Эту панель Из частей Именно Склеили Потом В ней С помощью Фрезы Сделали Отверстие Сделать Такое Вручную Невозможно Скажем так Теоретически Возможно Но это Уйдет Ну Года Действительно Реально Очень долгое время Это очень трудоемкая Самое главное Бессмысленная работа Теперь Посмотрим На Колонну Обратим Внимание Да Стоит Она На Бронзовой Подставке То есть Это говорит о том Что подставка Отлита в одном месте На заводе Да По Данному Скажем так Технологического Процесса Размеры Дали Отлили Да И отдельно Сделана Колонна В ней Стоит Заплата Теперь Я расскажу Почему Ставят Заплату Очень тяжело Найти Материал Огромный Длина Колонны 23 метра Вес Колонны Готовый Ну В разных Источниках От 114 До 117 Тон Если В колонне Есть повреждения То Найти Новый Такой Материал Довольно Кислотно Проще Поставить Туда Заплату Но Обратите Внимание Вот Это Заплата Она Поставлена Перед тем Как Колонна Была Обработана То Как вам Сказать Привезли Колонну С одного Стороны Она Треснута В ней Было Пропилено Отверстие Пропилено Вставлен Кусок Приклеен И потом Вся Колонна Целиком Обточена На станке Почему Она Обточена На станке Обратите Внимание Вот Этот Парубрик И Вот Этот Здесь Как Ну Изгиб Вот Здесь Получился Показывает О том Что В этом месте Инструмент Отводили От колонны Сама Колонна Это Фигура Вращения То есть Получена Путем Вращения Изготовить Такую Фигуру Вручную Точить Напильником Теоретически Возможно Но Это Лет Десять На Одну Колонну Одному Человеку Допустим Или Двадцать Человек Это Очень Невероятно Очень Сложный Труд Вот В этом Месте Мы Сделаем Первый Вывод Предварительный То есть Храм Построен Начал Строиться В 1818 Году В 1818 Году У нас Была Развита Химия С помощью которой Склеивались Изделия Раз У нас Были Инструменты Машины Твердо С плавными Инструментами То есть Вот этот Проточки Вот эту Колонну Можно сделать Только на Значит Секундочку На механизм С помощью Машин И механизмов Очень Строгий Вот Допустим Игорь Камдаков Говорит Что можно Крутить Колонну А не Инструмента А не Колонну Да Тут Один Момент Возникает Что При Если мы Вращаем Инструмент Вокруг Колонны Да Мы можем Вращать При условии Что Если он Не вращается Сам Допустим Не имеет Вращения Вокруг Своей оси Инструмента Да Но Судя По тому Как Качество Обработки Поверхности То есть Это Должно Быть Либо С очень Маленьким Шагом Движения Инструмента Да Либо Инструмент Который Имеет Своё Вращение Дополнительное Вращение Как фреза Вокруг Инструмента Вокруг Колонну Да Значит Тут Суть В чем Заключается Что Скорее всего Тут было Два Привода Один Привод Был На Инструмент Как На Фрезу А Второй Привод Был На Саму Колонну Которую Потихонечку Доворачивали Понимаете То есть Такое Вполне Возможно То есть Тут Система Такая Что Не Это Не Токарный Станок Как У нас Крутится Заготовка И мы Инструментом Точим Да А Представьте У вас В горизонтальной Плоскости Работает Фреза Которая Крутится А Вы Чуть Доворачивайте Колонну По Оси Я Сразу Скажу Что Этот Потом Я покажу Колонны Которые Разделаны Именно Таким Способом То есть Предварительный Вывод Мы Сделали Что В 18 Веке В 19 Веке У нас Были Механизмы И Машины Очень Высокого Уровня Производства Вот Еще Одна Колонна Такая же Токарный Давайте Посмотрим Вот Еще Один Такой Момент Колонна Другая Заплата Имеется Немного Другой Формы То есть О том Что мы Увидели Четыре Заплаты Разные В колоннах Это Говорит О том Что Это Была Обычная То есть Элементарная Процедура Элементарная Операция Для того Времени Теперь Посмотрим На Сами Колонны Да Обратите Внимание Я Еще раз Говорю Это Фигура Вращения Идеально Круглая Идеально Да Видно Что Она Слифованная Дело В том Что Такие Колонны Нигде Нельзя Привезти И Изготовить Они Весят 114 Тон А Транспортировать На Большие Расстояния Такого Так Не Бывает Значит Я Отвечу Насчет Бетона Да Мы будем Рассматривать Конкретно Назад Возвращая Видно Что Это Не Бетон А Если Это Изделие Из Бетона Что Мешало Сделать Колонну Целиком А не Ставить В нее Заплату То есть Это Монолитная Колонна Из двух Частей Состоит Колонны И Заплаты Теперь Переходим Мы На такой Момент Как Покажу Изделие Бетонной Технологии Эта Плита Лежит В Москве На Красной Площади На ней Написано В лето 7089 Года Там Невинно Погибший Князь И пошло И поехал То есть Вот это Изделие Сделано Чисто Бетоном То есть Сначала Делается Клише Буквы В каком Мягком Материале Выдавливается И потом Заливается Это все Бетоном Это Было 590 Год То есть 16 Век Когда нам Рассказывают Что в 16 Веке На пушки Из пушек Стреляли Людей Привязывали Чертвертывали На бочки Сажали И так далее Немного Не соответствуют Технологиям Которые Применялись В то время Смотрим Дальше Обратите Внимание Вот этот Саркофаг Стоит На Красной Площади В историческом Музее Но все Наши посетители Движения Бегут Мимо него Его не замечают И бегут К глобусу Который Там стоит А вот этот Саркофаг Говорит О наших Возможностях Намного Больше Чем Глобус Который Там Представлен Обратите Внимание Он Идеальный Параллепипед Говорит Они Идентич Мало Того Прорезь Вот Эта Вот Конкретно Прорезь Сбоку Она Идеально Ровная По толщине Везде И глубина Единая Для всей Толщины Я Я Вокруг Саркофага Ходил Полчаса Пытался Решить Как же Она Сделана Но Смог Разгадать Только Сейчас Когда Готовился К этой Конференции Вот Это Бетонное Литье Из Мрамора Сделано Это Две С половиной Тысячи Лет Назад В Краснодарском Крае Вот Этот Саркофаг Намного Больше Говорит О Возможностях Руссов Чем Все Остальные Допустим Находки Того Времени Но К сожалению Большинство Людей Прошло Мимо Этой Находки Не Обратив На Нее Времени Внимание На Эту Находку Смотрим Дальше Теперь Переходим К Обработке Колон Давайте Так Посмотрим На Исаакиевский Собор В нем 96 колон Снаружи И порядка 50 с копейками Внутри То есть Примерно 160 колон Задумаемся Над таким Вопросом Чем Ограничено Время Строительства И возможности Строительства Такого Собора Первый Вопрос Это Деньгами То есть Стоимостью Каждого Изделия И Второй Вопрос Это Таким вопросом Как Время Изготовления Каждой Колон Если бы Они Изготавливались Вручную То Время Изготовления Этого Храма Растянулось На Сотню Лет Этот Храм Построен За 11 Лет В нем Еще раз Повторяю 190 Колон Переходим К следующему Факту Смотрим Это Эрмитаж Как вы Видите Он Состоит Из Сплошных Колон Построен За 8 Лет И Обратите Внимательно На один Момент Когда Говорят О Стоительстве Эрмитажа Ни разу Не упоминается Что В основании Него Забитые Свай Если Допустим Про Исаакиевский Собор И Александрийскую Колонну Постоянно Упоминать Что Этот Собор В основании Забитые Тысячи Свай То Про Эрмитаж Слово Не сказано Этот Эрмитаж Построен За 8 Лет Зададимся Вопросом Можем Ли Мы Сейчас Построить Такое Здание За 8 Лет Ответ Однозначно Нет Можем Ли Мы Построить Такое Здание За 20 Лет Теоретически Да Но для этого Нам надо построить Заводы По производству Колонн По производству Стандартных Элементов Которые Там есть По производству Перекрытий Которые Есть То есть В Эрмитаже Не деревянные Перекрытия Они Или железные Или монолитные И Стоимость Этого здания Будет стоить Столько же С учетом Построенных Заводов И так далее Сколько Все Спортивные Сооружения В Сочи Вместе Взятых Будет стоить Одно вот это здание То есть Это говорится о том Что вот это здание Было построено На основе Готовых Элементов То есть Строительство Любой строитель Любой архитектор Собирает здание Из тех Подручных средств То есть Эрмитаж Любой строитель Набирает Здание Которое он хочет Построить Из тех технологий И тех элементов Которые готовы Если у него есть Панельное строительство Он из готовых Панелей Набрал Дом Если у него есть Монолитное строительство По своей технологии Эрмитаж Очень напоминает Монолитное строительство То есть Если колонны И перекрытие Это несущие конструкции То Окна И все остальное Это заполнено Скажем так Огрождающей конструкцией И утеплителем То есть Современная Монолитное строительство Это максимально упрощенное Строительство Продолжение строительства Эрмитажа То есть Настолько Очень примитивное В нашем понимании Теперь рассмотрим Эрмитаж отдельно Ну Колонну эту мы уже видели С вами Эрмитаж В нем Везде Кто в нем был Знает Очень много колонн Притом Колонны разных размеров Разных Материалов Представлены Вот здесь Допустим Мраморные белые колонны Представлены Это Тронный зал Обратите внимание Вот на эту колонну Она очень Знаменательна тем Что На ней представлены Все технологии Которые Тогда Применялись То есть Колонна Смотрите внимательно Колонна Сама по себе Сначала Обточена В круг Потом В ней С помощью фрезы Сделаны Внутренние паски И Выточки Сделаны Видите То есть Говорить о том Что это сделано Вручную Все разговоры В пользу Бедных Пожалуйста Сами Сами Видите Это Изделие Высшей Технологической Технологии Технологии Следующий Зала Обратите внимание Сразу Желательно Конечно Посмотрите Колонны Над ними Идут Такие как Параллепипеды Потом Над ними Идут Еще Прямоугольные Конструкции А потом Идут Системы Крепления Перекрытий Самое Парадоксальное Нигде Вы не найдете Описание Из чего Сделано Перекрытие Представляете Были бы они Деревянные Пришлось бы Каждых 50 лет Менять То есть Они явно Не деревянные Они могут быть Либо железные Либо гранитные Монолитные Соответственно Представляете себе Какие изделия И самый главный вопрос Как это все Собирали То есть Говорит Что это можно Построить Ну Скажем так Без аналога Крама Современного То есть Это вообще Невозможно То есть Представишь Что кто-то Добрын Никитич Или Алеша Попович Таскали на себе Колонну На второй Или на третий этаж Ну Это Просто Смешно Сами понимаете Да Ну Дело все В чем заключается Тут вопрос Правильно Задав Паровая система Привода Это Тоже Разговор В пользу Бедных Вы представляете Вернемся Опять К фотографии Эрмитажа В нем Тысяча Колонн Да То есть Все они Идеально Обработаны Скорее всего Давайте так Вернемся Эрмитаж Уровень того Времени На 300 Лет Да Оно построено В 1756 Году Оно превосходит Уровень того Технологического Времени На 300 Лет То есть Его По тем временам Как мы себе Это представляем Да Построить Невозможно Абсолютно Второй момент Для того Чтобы его Сделать Мы видим Что колонны Разные Они сделаны На разных Заводах По Единым Стандартам Под эти Колонны Другие Заводы Сделали Подставки Сделали Другие Элементы Конструкции Сделали Все И это Было Все Проведено И Собрано Говорит Это О кооперации Труда Разделении Труда Да О стандартизации О сертификации И говорить О том Что в это Время Ввели То есть С помощью Паровых Машин Я Еще раз Говорю Конференция Называется Изменение Сознания Так И Изменение Строй И ломка Сознания Вы понимаете Нам Насколько Сломали Сознание Что Вы не можете Поверить на то Что это Здание Вот Которое Перед вами Перед глазами Построено С помощью Современных Технологий Современных Понимаете Я Еще раз Говорю Построить С помощью Других Технологий Невозможно Насчет Того Что Куда Делись Эти Технологии Мы Разберем Насколько Вот Давайте Так Посмотрим Еще Вот На Этот Элемент Это Гранитные Колонны Посмотрите Они Сделаны Изумительно Идеально Перед Ними Лестница Ну Давайте Так Придется Показывать Вот Эти Элементы Они Стандартные То Под Всеми Это Стоят Одинаковые Вот Эти Элементы Крепления Они Стандартные Посмотрите На Лестницу То есть Вот Элементы Блесин Видно Что Они Сделаны По Одному Образу А Здесь Только Собирались Точно Так же Эти Изделия Подставки Золоченые Под них Видите Они Сделаны Понятно Не на Гранитной Фабрике Они Сделаны На Медиплавильном Заводе Да Но Уровень Изготовления Точность Изготовления После Того Как Они Сделаны Они Слепованы Говорит Что Такая Весь Сделана С помощью Работы Кузнеца Скажем Так Некорректно То Эта Картинка Наглядно Иллюстрирует Что Это Изделие Стандартные Это Грубо говоря Эрмитаз Набран Из Стандартных Элементов Официально Строил Эрмитаз Расстрелью Обратите внимание А теперь Смотрим На колонны Которые В золотом Вот этом Замке Вот видите В колоннах Есть прорези Они Сделаны С одинаковым Шагом Одинаковой Глубины Это Доказывает О чем Что Инструмент Фреза Ходила Вдоль Колонны А фреза Сама Колонна Поворачивалась На определенный Момент С определенным Шагом Ну Как сказать Можно предположить Что это С помощью Станков ЧПУ Было Но не будем Слишком фантазировать Понимаете Вот так вот То есть Уровень Представленного Здания Еще раз Напоминаю Превосходит Уровень Наших представлений О той истории На 300 лет Теперь Рассмотрим Применялись Ли колонны Подобные Ранее в истории Мы смотрим Это Байльбек Единственная Разница Между Нашими колоннами Которые мы Видели В Эрмитаже И Байльбеком Снизу Видите Точно Такие же Подставки Один в один Сверху Украшения Один в один Только Сами колонны Состоят Из сегментов Ну видно Было проще Обрабатывать Кусочками Либо Отсутствие Таких Больших Глыб Как вы Знаете Сам Байльбек Построен Из Монолитов Весом 200 Том 300 Том И так Далее Посмотрим На колонну Если вы Увидите Да Такие же Подставки Как в Казанском Соборе Они Везде Применяются Давайте Так Смотрим Вот Если Вы Видите Вот Эта Колонна Если Вы Скажете Что Эта Колонна Сделана Вручную Докажете Да Таких Колонн В Байльбек Немерено Это Сам Факт Наличия Такой Колонны И То Что Их Очень Много Указывает На То Что Они Сделаны Таким же Способом Как Сделан Эрмитаж Теперь Обратим Внимание Где Это Мы Эту Подставку Уже Видели То Смотрите Единственная Разница В чем Что Если У Нас Они Сделаны Из Меди То Здесь Они Сделаны Подставка Сделана Из Гранита Сама Подставка А сверху Не знаю Что Сделано Не Включено Что Бетонное Литье Теперь Мы Делаем Вывод Главный Сегодняшней Конференции 3000 лет назад При строительстве Байбека Применялись Машины И механизмы Современного Нам Уровня Эрмитаж Построен С учетом Той же Самой Культуры Тех Самых Традиций И Тех Самых Технологий Которые Применялись 3000 лет Назад Обратите Внимание 3000 лет Это Технология Сохранялась А на рубеже 19-20 веков Эта технология Оказалась Утрачена Мало того Утрачена Уничтожены Все Скажем так Носители Этой технологии Уничтожены Физически Уничтожены Все Заводы Которые Делали Эти технологии Владели Этой технологией Да И Полностью Стерто Из упоминания Эти технологии Как о факте Такого существования Это Произошло На рубеже 19-20 века Смотрим Технологии Стретиса Опять же Смотрим Исаакиевский Собор Лестница Исаакиевского Собора Сделана Из прямых Пиленных Брусков Говорит Что они Сделаны Другим Способом Достаточно Утверждать Напрасный Труд Почему Потому что Такими же Брусками Выложена Вся набережная Гранитная То есть Они Применяются Очень широко И повсеместно Давайте Так Теперь Посмотрим На такой Момент Модель Исаакиевского Собора В самом Исаакиевском Соборе Стоит Картинка Макет Как ставились Низние колонны С помощью Там Воротов Там И так далее С этим Можно Согласиться Один момент Многие Из вас Поднимались На колоннаду Колоннады Расположены На высоте 41 метр Или 14 Этажа То есть Вы себе Высоту Это Представляете Верхние колонны Весят 64 Тонна С помощью Каких Приспособлений Можно Поднять Такой вес На такую Высоту Кранов Для того Чтобы Это сделать До сих пор Не существует Задумайтесь О возможности Наших предков Это всего 160 лет назад Происходило То есть С точки зрения Нашего понимания Это невозможно То есть Сам Исаакиевский собор Вообще Не может Находиться На этом месте А так как Он находится На этом месте Вывод Однозначно Мы что-то Неправильно Понимаем В этом Периоде Истории Обратим Внимание Вот Фронтон Исаакиевский собор Да Ну сначала Не фронтон А сначала Посмотрим На Колонны Их подставки Да Мы видим Те же самые Вид подставок Который Применялся И в Вальбеке И В Эрмитаже Но единственный Момент Который Можно обратить Внимание Да Если Эрмитаж Построили За 8 лет Ну Скажем так Казанский храм Построили За 11 То Исаакиевский собор Строили Целых 40 лет Значит Одна из причин Которые я понимаю Ну это Скажем так Моя точка зрения Я показывал вам Динамику роста Численности населения Сократилась Численность Населения Людей В России То есть Численности населения Из щегуна Так Масса Его Колоссальная Чем его Поднимали Установили И уровень Изготовления Очень Скажем так Очень высокий И очень Ну скажем так Серьезный Чего-то Меньше По объему Сейчас Льют В кослях То есть Кастеринское литье Пытается повторить Но это размером Максимум Человеческий Рост Такое изделие Фронтон С весом Порядка Ну Тонн Десяти Они Отлить Не смогут Посмотрим На внутреннее Убранство Собора Тоже Литье Там Видим Капитальное Свод Держится С помощью Чугунной Арки Но Вопрос Не в арке Обратите Внимание На Мраморную Отделку Ну Во-первых Видно Что она Клеенная Опять же Клеенная И вот Мраморная Панель Она склеенная По частям А потом В ней Пропилены Пазы И скажем так Видите Мраморная Плитка Склеена Так Что наши Плиточники Мастера Молдавани И таджики Просто отдыхают Надо Плакать Горючими Слезами Во Самый Интересный Момент В этом Деле Обратите Внимание Вот стоит Колонна Из Мрамора Розового То что Это монолит Видно Потому что Это неоднородная Структура Видите Она немного В одном месте Она темнее В другом месте Светлее Но Сначала Эту колонну Выточили Круглые Следующий момент В ней Выточили Пазы И выточки Вот здесь Вот здесь Выпуклость Внутри Пазов Идут А после Чего Эту колонну Распилили Вдоль Пополам И поставили К стене Как украшение Ой Это вообще Сверхтехнология Просто Сверхтехнология Но это Еще не все Обратите Внимание Сама Колонна И справа Стоящие От нее Панели Сделаны Из одного Монолита Мрамора То есть Добыли Монолит Мрамора Потом Его Распилили На несколько Частей Из одной Части Сделали Колонну А из другой Частей Нарезали Панели Притом Панели И колонна Сделаны В одном Стиле То есть Одни Пазы И одни Выточки То есть Говорить о том Что это Вручную Пилили Посыпали Песок И пилили Вручную Потом Стругали И так далее Это Просто Смешно Понимаете То есть Таких Технологий Я сразу Скажу Таких Технологий Сейчас У нас Нет Но Не говорит О том Что мы Не способны Восстановить Как вы Видите Весь Храм Весь Сделан В едином Стиле То есть Толщина Капитально Выдержана Одной Толщины Одних Размеров Ну Очень Высокая Степень Точности Следующий Момент Вот Обратите Мимо Вот Эта Колонна Она Малахитовая Но Один Момент Малахита Таких Размеров Не существует То есть Для того Чтобы Сделать Такую Колонну Надо Взять Основу Наклеить На нее Кусочки Малахита Приклеить Так Чтоб Не было Зазоров Но Если Подойдете Там Тресинки Видно Если Внимательно Будете Рассматривать Потом Ее Обработали Как Выше Указанную Колонну И После Чего Распилили И поставили В частях Две части Дальше Стоят Колонны Из Другого Материала Материал Не знаю Но Сам Факт Говорит Что Технологии Как С Гранитом Как С Маламором Так С Малахитом И Другими Применялись Разные Материалы Сам По Себе Исаакиевский Собор Это Просто Шедевр Сами Понимаете Обратим Внимание К Александрийской Колонне Зададимся Вопросом Можем Ли Мы Сейчас Сделать Ответ Однозначный Нет Сейчас Объясню Почему Первый Момент Масса Изделия Вот Эту Монолит Стрежни 600 Тон У Нас Не Существует Сейчас Средств Доставки Которые Могут Перевести Такую Вещь Ракетоносители Которые Допустим Взлетают В космос Весят Столько Но Они Перевозятся Пустыми А потом Заправляются Топлимом Второй Момент Длина Колонны Этой Соответствует Колонне Исаакиевского Собора То есть Здесь И там 23 метра Высота Но Эта Колонна Единственная Разница Она Коническая То есть В основании 3,5 метра Вверху 3,15 метра То есть Достаточно Сложное Изготовление Так Как вы видите Качество Изготовления Тоже Идеальное Рассмотрим Остальные Изделия Вот Самый Интересный Вопрос Нам Рассказывают Что Колонна Построена В честь Победы Над Наполеоном Но мы Знаем Что Наполеона Разгромили В 14 Году А в 12 Году Он Взял Москву И вопрос Победы Кого Над кем Олицетворяет Эта Колонна Сами Листики Посмотрите Это все Бронза Литье Просто Шикарное Просто Шикарное Технология Выше Крыши Изумительные Если Посмотрите На Борельефы Когда я Разговаривал С технологом Нашим Алексеем Который Написал Город Мастеров Сказал Что Вполне Возможно Это Изготовить В те Времена Но Единственный Момент Надо Чтобы Вылить Одновременно Порядка 8 10 Тон Бронзы Это Первый Момент Второй Момент Чтобы Эту Вещь Сделать Надо Постоянно Делать Подобные Изделия То есть Если Человек Льет Горшочки Из Тупки Он Никогда Не Сможет Сделать Такое Литье Это Говорит О Высочайших Уровне Мастерства Наших Мастеров Которые Были В 1836 Году Сейчас Таких Мастеров Нет Эти технологии Утратены Это Вторая Часть Теперь Давайте Посмотрим Как Нам Представляют Историки Строительства Этой Колонны Книга Издана В 1836 Году В Париже Обратите Внимание Не у Нас А Именно В Париже Подтверждение Наших Якобы Примитивных Технологий Слева Показано Как они Примитивно Вырубают В скале Кусок Гранита А справа Как его Примитивно Выворачивают Но Обратите Внимание Один Момент Выворачивают Они Идеально Ровный Брусок То есть Видно Что этот Брусок Он Пиленный Выпиленный Сразу Бруском Квадратный То есть Говорить О том Что это Сделано Кирками Мотыгами И так далее То есть Тоже Разговор В пользу Беды Когда они Рассказывают Что Забивали Ключи Раскалывали Вдоль Какой-то Границы И так далее Это Ну просто Смешно Снова Проверим Применялась Ли Где-нибудь Такая Еще Технология Оказывается Точно Таких же Размеров Брусок Но он Единственное Длиннее На Метр А так же На полметра Шире И на полметра Выше Лежит В Бальбеке Вес Этого Брусочка Одна Тысяча Том Мы видим Точно Такой же Брусок Один В один Который Только что Были ли Попытки Изготовить Такой Брусок В наше Время Да Во время Строительства Ассуанской Плотины Наши Инженеры Пытались Добыть Себе Гранитный Скажем так Колонну Для того Чтобы поставить В Москве Эту колонну Вырезали С помощью Бензорезов Ее почти Вырезали За одним Исключением Она вот Треснула Пополам В результате Пришлось Ее бросить В фильме Большой обман Древнего Египта Про этот сюжет В этот момент Очень хорошо Рассказано То есть Как вы видите Мы сейчас Вполне Можем добывать Колонны Гранит Таких же Размеров Которые Нам показаны Единственное Что Во времена 18 века Его бы Все таки Добыли И потом Склеили Незаметно Мы бы даже Не знали Что эта колонна Склеили Это показано Как ее везли Посмотрите Какой маленький Корабль Какая большая Опора А вот здесь Вот просто Смешно Становится Понимаете Смотрите И смотрите Да Получается Технороги Древнего Египта В применении Древней И варварской России При этом Самое парадоксальное Что такой кусок Мрамора Весом Ну тоже Около Тысячи тонн Сдвинуть Вот таким способом Невозможно Ну что ж Это Показывает Как Представление Французов Теперь Обратите Внимание Вот на этот Момент Вот мне Он больше всего Нравится Представьте Себе У вас Стоит Два Грузовика На Одинаковой Площади Да Лежит Доска Между ними Между ними Зазор И вы Бочку С Советкой Перекатываете С грузовика В грузовик Да Доска Ломается И бочка Непонятным Образом Висит В воздухе До тех пор Пока Вы не Подсовываете Следующую Доску Очень Смешно Между прочим Это Показывает О том Что То что Это Обелиск Васуане Я сразу Сказал Что Это Когда Строили Асуанскую Плотину Понимаете Это Просто Смешно То есть Еще раз Говорится Кто-то Заказал Книгу Заплатил Деньги И Нас Пытается Показать Какие Мы Дики Ну Тут Показывают Как Катают Эту Колонну Да Но Вы Сами Знаете Что Колонна Она Конусная Ее Просто Так Катить Нельзя И Самая Парадоксальная С помощью Такого Устройства Ее Поставили Всего За Два Теса Вес Еще раз Напомню Вот Этого Монолита Центрального 600 Тон Ну Скажем Так Это Быстрее Даже В нашем Представлении Чем Ракетоноситель Ставит На Этот На Постамент Вот Если Посмотрите Вот На Эту Картинку Да Вы Сразу Понимете Что Это Неправильная Формация Да Потому Что Колонна Идеально Гладкая У них Нет Никаких Вот Этих Выступов Нет Теперь Рассмотрим Подтверждение Информации Что Были Высокие Технологии Да Что Творили Наши Мастера С Изделиями Из Подделочных Материалов Посмотрите Внимательно Это Простая Ваза Да Ножка Фигура Вращения То есть Сделана На Станке Точная Вот Эта С Ваза Тоже Точная Сделана На Станке Основание Идеально Перпендикулярно Параллельно И Слифованное А Вот Этот Выступ И Вот Эти Поверхности Перпендикулярно Можно Также Сделать Только На Станке Тут К сожалению Иногда Мой сын Попадается Но Это Не мешает Рассмотреть Нам Вазу Еще Один Элемент Показывающий Что Сделано С помощью Механизмов Элементарного Смотрите Внимательно На Вазах Встречаются Симметричные Абсолютно Симметричные И Одинаковые Рисунки Со Строго Определенным Шагом Здесь Тоже Сделать Это Поликарном Терпеть Можно Можно Да Но Очень Тяжело Но Мы Знаем Что В то Время По Технологии Строительства Существовали И Более Мелкие Инструменты С помощью Которых Делали Такие Вазы Вот Это Малахит Очень Редкий Случай Когда Таких Размеров Малахит Нашли Из нее Сделали Смотрите Внимательно Здесь Также Выпукло Вот Эта Часть Видна Точно Очень Капитально Очень Тестировано Очень Красиво Основания Идеальные От начала И до конца От исключения Подставки Все это сделано Скажем так На станке Единственное Потом Выбраны Вот эти Пазы И вот здесь Углубления Все сделано Одним Ну скажем так Практически Все сделано Одной Установке То есть Вы Вот Рассматривая Вот эти Шедевры Если Задать Правильный Вопрос Вопрос В том Как Это Сделано Сразу Получаем Неожиданный Ответ То есть Получается Что Сделать Это Невозможно То есть Просто Так Просто Так Вручную Можно Но Стамеска Здесь Точно Зубила Не прикладывается К этому Изделию И Самая Большая Ваза Которая Стоит Она Весит 18 Тон На ней Точно Так же Симметричные Узоры Все Единственный Момент Она Овальная Еще То есть Вот Это Все Рассчитать Это Все Сделать Ну Это Сверх Технология Просто Шедевр Просто Шедевр Самая Большая Ваза В мире И Отдельно Тут Описывается Как Она Тащилась И так Далее С Некоторыми Моментами Можно Согласиться С Некоторыми Нет Но То Что Привезли До Реки Часовой И Дальше Потом По Воде Доставили В Санкт-Петербург Можно Согласиться Но С тем Моментом Что Люди Которые Владели Такими Технологиями Стали Тащить На Простых Лошадях В принципе Вполне Возможно Единственное Что Какая Была Явно Не На Санях А Какие Видно Положи Такие Широкие Специально Сделанные Чем Можно С Наверное С Железнодорожной Платформой Только Единственное Что Сейчас Скажу Чем Можно С У Нас Вагончики Строительные Перетаскивают С места На Место На Таких Положьях И Примерно На Таких Положьях Можно Перетащить Вот Это Изделие Очень Большая Масса И Очень Большие Размеры Значит Сразу Говорю Что Колыванская Фабрика Находится За Уралом Ну Начнем С того Что Асгард Был Разрушен 1750 Каком-то Году А Строительство Эрмитажа Началось На Порядка 15 Лет Раньше А 20 Лет Раньше Нет Что Что Касается Этот Эрмитаж Он Постарован 1700 Где-то В 56 Году Был Закончен 1756 Году Закончен Теперь Давайте Рассмотрим Такой Момент Значит Мы Рассматриваем Общее Наши Заблуждения В Вопросах Религии Общее Так Начнем С главного Да Если Взять Библию То В ней Очень много Нестыковок Сейчас Объясню Почему Потому что Она была Полностью У нас Украдена И Переписана Приведу Такой Пример В разделе Второзакония Второй Закон Кон Второй Законы Второго Кона Нет Ни слова О втором Коне В разделе Числа Нет Ни слова О числах То есть О числах И их Значениях Управления И так далее В разделе Иисус Новин То есть Новин Это Служитель Культа Нави В нашем Понимании Он превратился В какого-то Монстра И так далее Ну скажем так Не совсем от сумер Да Но Близко От того Немного По другому Теперь Смотрим Какие Внесли Изменения В Библию Да Конкретно В Новый Завет Да Оставили фразу Блаженны нищие Духом Так Абсолютно Бессмысленная Фраза То есть Эта фраза Дает толкование Что это люди Пекущиеся О своих Грехах Могли бы Любое другое Дать толкование Были бы правы Почему Само по себе Фраза Это бессмысленно Потому что Нищие духом Люди Это бомжи Опущенные По другому Никак Второй момент Изначальный Текст был Следующий Блаженны нищие То есть люди Небогатые Духом Великим Вот здесь Была запятая После слова Духом Великим Ибо Их есть Царствие Небесное То есть Сложно спорить С таким Формулировкой Это один Из примеров Как Нашу Информацию Исказили Теперь Смотрим Я Сейчас Объясню Почему Я Заканчив Религии Потому что Мы с вами Разобрали Такой момент Что Триста Лет Назад Были Современные Технологии Три тысячи Лет Назад Были Тоже Современные Технологии И говорить о том Что Моисей В этот момент Вел по пустыне Людей А тут Люди Строили С помощью Машинных Механизмов А Библия Написано Что там На острых Путешествовали Пластное Вранье Понимаете Указывает На том Что Библия Последняя Версия Библии Была написана Не позднее 90-х Годов 19 Века Поэтому И Присоединили Ее К нашему Новому Завету Только После Революции Потому Что до Революции Люди Бы Грамотные Были Если Мы Подсунули Эту Туф-туф По-русски Говоря Описывающие Что Три Тысячи Лет Назад Люди Ездили На Острых Вместо Того Что Строили Байбек Строили Луксор Строили Храм И Все Люди Просто Плюнули В Лицо Тому Человеку Который Подсунул Тот Вариант Библии Вот Наше Древнее Православие Состоит Из Четырех Частей Это Я Вославие Это Наука Взаимодействия С Материальным Миром Навославие Наука Взаимодействия С Миром Навида И Православие Это Наука О Перевоплощении И Бессмертии Как Бессмертие Досягается Очень Просто Ведь Мы Со Своими Родителями С Отцом И Дедом Имеем Идентичную Генетику Так Как У нас Передается По Мужчине Генетика В результате Частоты Наши Частоты Нашей Сущности И Частоты Сущности Нашего Деда Они Скажем так Схожие Если Знать Определенные Ритуалы То Можно Притянуть Скажем так Душу Нашего Предка Чтобы он У нас Родился В семье И К этому Мероприятию Относились Очень Серьезно И Теперь Вы Понимаете Почему Деда Воспитывались Внуков Они Воспитывались Будущих Родителей Правоверие Нельзя путать Правоверие И мусульманство Современное Потому что Правоверие Это наука Остановления Совершенствования Духа Сейчас Это Правоверие Привели Такое Понятие Как Это Ортодоксия То есть Дословное Следование И Правоверные Мусульмане Это Мусульмане То есть Немного Произошла Подмена Понятий То есть То что Эти понятия Созвучны Это не значит Что они Обозначают Одно И то же Теперь Разберем Слово Мусульмане С точки Зрения Старых Понятий Му Это Мать Матрица С Это Все Уль Это Курган Или форма Перехода В другой Мир То есть Город Чебаркуль Озерок Теленкуль Чебаркуль Кабанкуль И так далее Говорит о том Что на дне Озера Есть Пещера Соединяющая Допустим С другими Мирами Или с другими Допустим Подземными Пещерами Или пустотами Ман Это Бессмертный Духов Сильный Духом Человеком Не Это Чистота И переводится Путь Бессмертия Через Матрицу Чистоту Помыслов Это Мусульманин По Настоящему Мусульман Называется Магомедянство Или Учение Магомеда Магомед Жил Как ни странно Не в 8 веке Нашей эры А В 17 веке Да В 17 веке Нашей эры Сейчас вам это Докажу Давайте Смотрим Вот крест Мы видим Что крест Это Не просто крест А инструмент То есть Никакого Отношения К православию Вне К христианству Он не имеет Обратите внимание Тут 9 сифторов По 9 месяцам Плюс Там разбито По залам И так далее То есть Когда вы знаете Утром встречаете солнце И знаете В каком чертоге Оно восходит Вы знаете Частоты Явки Пароли К какому богу В какое время Обращаться То есть Это Достаточно Сложная наука А вот этот крест Еще Олицетворяет Собой Культ Рахманов Или Высшая Каста Волхов Которые Могли Общаться Со всеми Четырьмя Мирами Одновременно Посмотрим Вот этот Православный Храм Как вы Видите У всех Православных Храмов Одна черта Они Имеют Квадратное Сечение А этот Храм Похож Еще На Ракету Там Очень Интересный Крест Давайте Посмотрим Крест Состоит Из Проекции Двух Крестов То есть Вертикальный Крест Это Верх Низ И Север Юг Как я Говорил Что Север Это Не Географическое Понятие А Понятие Все Вера То есть Источник Знания Поэтому Я Еще Раз Говорю Дарья Находится На Севере Но Не На Северном Повесе И Вот Понятие Видите Второй Крест Это Земной Крест Это В плоскости Второй Крест Если Посмотреть Полностью Структуру Креста Это Скажем так Модель Строения Миров Которые Нам Дано В образе Такого Креста Теперь Рассмотрим Это Казанский Собор Это Храм Кафолический Или Кристоферианский Что Такой Святой Кристофер Я вам Показывал Это Песенак С головой Собаки Он же Христианин Ихним Символом Является Рыбка Или Лодочка С маршрахом Внутри Христианство Переводится Как Мессианство То есть Подготовить Приход Мессии Обратите Внимание Вот Вот Пожалуйста Форма Лодочки А вот Это Построено В 1811 Году Очень Напоминает Антенну Самое Парадоксальное Что Это Считается Символом Подбеды Наполеона Но Такое Впечатление Что Как раз С помощью Этого Символа Нас И Победили Очень Похоже На Излучатель Какого-то Передающего Стоит И Посмотрим Что Мы Видим На Казанском Соборе Вот Здесь У них Костой Крест Ну Плюс Они Еще Умудрились В Центр Поставить Солнышко Сейчас Мы Это Разберем Теперь давайте Очень быстро Рассмотрим Какие существуют Крести Я вам расскажу Ни один священник Вам этого не расскажет Давайте Следующее Вот Обратим Внимание Сначала Не просто На кресты А на Окончание Креста Обратите Внимание Вот Здесь Вот Стилизованное Изображение Масти Кресты Если Вы Вспомните Фильм Корона Российской Империи Заходит Князь В камеру Где Цыган Сидит А тот Спрашивает Дядя Ты Какой Масти Будешь Или Круг Пел Песенку Не По Масти Я Тебе Вроде Блатной Оказывается Самые Блатные У нас Это Церковники Обратим Следующий Храм Этот Вопрос Рассмотрим Поближе Обратите Внимание Что Здесь Пика На Конца Храма Здесь Тоже Креста Креста Исполнители Заключение Креста Вот Иса Рассказ Это Учение Дан Свистой Крестопер И Учение О Пришествии Машиаха И смотрим Вот здесь Есть такой Полумесяц Это Учение Суннитов Или По-настоящему Сейчас Мусульман Оно Оно Разделяется Если Рогами Вверх Это Сунниты Если Рогами Вниз Это Шииты В 990 Году Произошло На территории Руси Объединение Всех Конфессий И Все Конфессии Включая Шииты Это Молились В одном И том же Храме Что Из-за Этого Произошло Я Чуть Позже Расскажу Смотрим Этот Храм Мы Видим Это Храм Явного Мира В нем Молились Крестьяне В центре Солнышко Православное Снизу Полумесяц Рогами Вверх Это Сунниты А вот Это Изображение Рог Вверх Рог Вниз Показывает Что Здесь Молились И Сунниты И Шииты Одновременно Обратите Внимание Вот Это Крест В Петергофе Это Церковь Царей Ну Скажем так Дворца В нем Мы видим То что Это Навный Миронави Храм В нем Молились Мухаммеду Или Магомеду И Молились Православно Одновременно То есть Между Магометянством И Православием Не было Никаких Разногласий Почему Потому что Это была Одна Религия На основе Строения Миров Строение Миров Это Вот я Показываю Это Вот это Крест И есть Скажем так В представлении Славян Устройство Миров Внизу Явь Славь Навь И правь Вот так Вот Учение Магомед Написал Как я Сказал Уже В 17 18 Веке Был Он Правителем Самарканга Самарканга И Коран Который Мы знаем Это Всего лишь Боевой устав Казаков В дальнем Походе То есть Челма Должна быть Такой-то Длины Чтобы Обмотаться И так Далее Это Рекомендация На повседневную Действие Вот Так Смотрим Дальше Ну Это Сама Как Храм Выглядит Это Собор Теперь Посмотрим Как Выглядит Асырия Кого-то Он Нам Напоминает Дело Все В чем Заключается Что Дмитра Иисус Христос Которого Мы знаем Не как Родомир А которого Как Иисус Христос Или Джошу Гонос Родомир Ас Ири Павел Это Все Разные Личности Объединенные В один Образ При этом Надо учесть Что Христианство Не имеет Отношения Ни к Одному Из них Почему Потому что Джошу Гонос Был Назореем Назореем Так Иисус Вернее Родомир Дал учение Которое Больше Приняли Катары Или Альбигойцы Оно Уничтожено Это учение А Сырия Да Учение Крестьянства А Митра Ну Учение Митра Спасителя Это было Еще до Скажем так Всех Этих Событий Теперь Вернемся Вот к этому Кресту И Определимся Что случилось Когда Образовался Священный Синод В 1905 Власть Над всеми Конфессиями Захватили Крестофиряне Значит В книге Илариона Кавказского По горам Кавказа Писается Такой момент Войска Прибыли туда Избили всех Монахов Православных Погрузили на Баржу Повезли И баржа Утонула То есть В таком Маленьком Сюжете Обписана Борьба Которая Происходила Между Церквями В результате Чего Суниты И шииты Откололись Это стала Одна Религия Но их захватили Тут же захватили И Извратили В 1990 Году Подсунули Летописи В которых Якобы Моисей Моисей Так Не Моисей А Мухаммед Жил в 4 веке До нашей эры Вернее В 8 веке Нашей эры И он был Пастухом Плюс В сам Коран Внесены Изменения Там Ну вот эти Вот Закладки Лунного культа Что касается Наших вер Да У нас Крестьяне Превратились В сословие В нищие сословие То есть Земледельцев Просто Из вероисповедания Славяне Превратились Православные Превратились Просто В народности Просто Оказались Что то Ну Славяне Украинцы Там Это И так далее А на изображение Вот эту Конструкцию Миров Прибили Изображение Христа Или Родомера В результате Что переключили Внимание Самого Креста На изображение Прибитого На него Бога И Подменили Все культы И это Произошло Как ни странно В начале Прошлого века Поэтому Скажем так Я Почему Рассказываю Именно в этом Ключе Мы можем Многое Прочитать Многие книги Многие Повесования Пятнадцатого Века Четырнадцатого Вы поймите Когда вы Видите Эрмитаж И знаете Что он сделан По современным Технологиям Вы можете Все что угодно Читать Вы знаете Что это сделано Современными Технологиями Если вы Видите Крест Вот такой Крест Который Сделан В конце Девятнадцатого Века Это Спас на крови В честь Смертельного Ранения Александра Второго То есть Построено Это Через Двадцать Четыре Года Это Получается Тысяча Ну Девяностые Годы Девятнадцатого Века И на нем Все религии Представлены В одном Месте Это Вам не Объяснит Ни один Священник Эта информация Будет скрываться Всяким Но если вы Понимаете Вот эту Символику Вы отлично Понимаете Какие события В этот момент Происходят И все Рассказы О том Что В этот момент Уже Православных Не было А были Только Правоверные Это Больше Слушайте Товарища Синевича К сожалению Вот так Вот Так 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 Вот Моменты Значит Теперь Давайте Я отвечу На ваш Вопрос У нас Осталось Сесть Минут После Этого У нас К сожалению Выкинут Я знаю У нас Осталось Сесть Минут Значит Дело Все В чем Заключается Когда Я начал Готовиться К этой Конференции Давайте Я не буду Отвечать Не буду Отвечать Я даже Не представлял Сколько Информации Я еще Накопаю А Есть Еще Час Ну Тогда Ничего Страшного Тогда Я готов Ответить На Вопросы Тебе Тебе Закрушаешь Давай Наушники Я буду Тише Горать Так Что Не Значит Смотрите Внимательно То есть Когда Я начал Копать Информацию Так Начал Одно Второе Потом Добавляться Добавляться Информация Появляется 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 И наращивается 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 В результате Получилась Вот такая Конференция Мне пришлось Ее разбить На Две части Пришлось Разбить На две части Я согласен Что первая часть Немного затянута Получилась Но Без Вот этого Понимания Как происходит Искажение Мышления Да Вот это Все Оно Скажем так Это Ну Мы не Поняли Сути Сути Вот этого Всего Что происходило Понимаете Вот так Вот Значит Про Эти Вероисповедания Я Получил Информацию Скажем так От Древнеправославных Говорю Нам надо Искать Причины Нашего Поражения Не за Тысячу лет К сожалению Да Я Опять Повторяюсь Про Допустим Работу Николая Викторович Он Проделал Титаническую Работу По Написанию Сути Паразитизма Да Ну Представьте Если бы он На своей Первой Конференции Пришел И сказал Что Понимаете Что мы Не тысячи лет Не Древнего Египта А нас Допустим Разбомбили 200 лет Назад Да Очень Сильно Разбомбили И все Переписали 100 лет Назад Мы Скажем Вы что Ну Это Шизофрения Понимаете Просто Шизофрения То есть Он Нам Дал Информацию На том Понимании Которое У нас Есть Это Информация Феноменальна В том Отношении Что Полностью Раскрывает Суть Паразитизма От Того Что Все Происходило Не Так Совершенно Не Так И Вот Эти Артефакты Это Подтверждают Суть Паразитизма Не Меняется Вот Так Дело Все В чем Заключается Я Сейчас Чуть Коснусь А Теперь Давайте Сделаем Окончательный Итог Подведем Итог Нашей Конференции То есть Вы точно Знаем Что 3000 лет Сохранились Традиции И Технологии Которые Были С древнего Бальбека Порядка Ну Скажем Так Мы Увидели Что Сократились Возможности Наши Примерно В 19 Веке То есть Если Мы Построили Эрмитаж За 8 Лет То Исаакиевский Собор За 40 Лет Построили Но Тот Момент Такой Случилось Что Уничтожили Во-первых Носители Культуры И Нашу Территорию Просто Зачистили Поняете Нас Просто Зачистили По другому Не так Всю эту территорию Всех Носителей Все Вы понимаете Если Храм стоит И там Сверзой Все сделано Да Пиленные Колонны Пошло и поехало Ведь Многие Из вас Были В Исаакиевском Храме Кто-нибудь Из вас Заметил Это Нет Вот Скажите Кто-нибудь Из вас Заметил То Что Я Сейчас Рассказал Про Эрмитаж И Про Исаакиевский Собор Понимаете Мы Даже Как вам Сказать Даже Дело Все В чем Заключается Нас Просто Разбомбили Просто В свое Время Скажем Так Это Ну Скажем Так Я Момент Такой Скажу Что Вот Я Еще раз Заказал На Примере Наглядных Что Религию Написали Все что Мы знаем Все что Мы знаем Написали В конце 19 Века Вот Это Имеется Последняя Редакция Я не Говорю Что Были Редакции До Этого Там Всяких Религий Потом Смысл В чем Заключается Что Если Взять Учение Исы Представьте Себе Ну Скажем Так Насчет Стерлой Памяти Это Возможно Почему Потому что Давайте Придем Такой Пример Нам Вот Пример Про Братья Близнецы Нам Показывают Что Ударили Самолеты Улетели Самолеты Рассказывают Что Врут 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 И в конце Концов Мы поняли Что Так Оно Есть Нам Рассказывают Что Китайцы Прилетели 40 тысяч Лет Назад И Повторяют Это Повторяют Повторяют До бесконечности И мы Этому Уверим Возьмите Так Давайте Так Вы говорите Что Не было Телевизора Теперь Давайте Возьмем Такой Момент Орень Технологии Превосходит На Лет Того Что Мы Знаем Представьте Технологии Которые Есть Сейчас Есть И В 1724 Году Для То Что Чистили И так Тоже Допустим Европу Чистили С помощью Оспы Холеры И так Далее Понимаете То есть В каждом Конкретном Случае Применяли Свой Метод Насчет Шумерских Легенд Давайте Не будем Этот Это Давайте Один из Таких Элементов Сейчас Вот Люди Этот Давайте Так Элементарный Пример Да Вот Я Вам Показываю То Что У нас Перед Глазами У Каждого Перед Глазами Ведь Вы Это Все Видите Но Вы Делаете Совершенно Другие Выборы Мы Считаем Что Нас Обманут В главном В главном Обманут Да Вернее В мелочах На самом деле Нас Обманут В главном Мы Не Способны Более Разумно Оценивать Информацию Абсолютно Абсолютно О Хороший Вопрос Кому Надо Так Издеваться Над Людьми Да Вы Фильм Матрица Смотрели Пересмотрите Пожалуйста Вы Поймите Я Еще Раз Говорю Во Второй Части Занятия Мы будем Проводить Такую Вещь Как Я А давайте Олег Загрузи Пожалуйста Последнюю Часть Презентацию Последнюю Последнюю Вот Давайте Так Анонс Второй Части Обратите Внимание Это Руины Древней Греции Ну Я Вам Один Момент Такой Сказать Про Древнюю Грецию Можем Много Прочитать Книги Эллада Пл. Пл. Куча Что Они Строили Храмы А теперь Рассмотрим Вот Пожалуйста Включите И Посмотрите Я Интересную Вещь Покажу Храм Как будто Бо Целый Как будто Часть Разрушенного Храма А теперь Обратим Внимание Вот Эта Коломна Она Коричневая Почему Потому Что Есть Такое Понятие Как Загар Когда Соль Выступающая В Сторону Солнце Выступает То есть На поверхность Мрамора Гранита Песчаника И так далее То есть Это Говорит Что Это Монолитная Колонна Ну Видно Вот Видите Она Состоит Из Нескаких Частей То есть Из Блоков По технологии Байльбека То есть Соль Выступила Суда А Почему Вот На этой Колонне Соль С той Стороны Это Говорит О том Что В свое Время Разобрали Байльбек Или Что Нибудь Сюда Привели И Поставили А Нам Рассказывают Что На этом Гранитном Фундаменте Поставили Мраморные Колонны Стоял Здесь Храм А Здесь Была Крыша И Вот Эти Колонны Никак Не Могли Загореть Понимаете Если Могли Загореть То Вот Смотрите Вот Сейчас Я покажу Вот Отсюда И Ниже Они Могли Загореть На Солнце А Выше Не Могли То Это Большая Подделка Сделанная Нам Для То Чтобы Мы Верили В Большую Мудрость Древних Греков Следующий Момент Обратите Внимание Я Еще Раз Показывал Это Смотрим Представлено Четыре Бревна Раз Два Три Четыре Возраст Этих Деревев Разный Но У них Одно Характерное Вот Эта Толстная Слоя Одна И Та Же Я Недавно Видел Дом Свежий Подошел И Посчитал 50 Здесь 40 А На Свежесрубленном Доме 50 Колец Это Говорит Что В 1963 Году 62 Что-то Произошло В результате Рост деревьев Резко Сократился Мы Узнаем Из Истории Что Тогда Был Карибский Кризис Который Закончился Мирным Способом На Скорость Деревьев Просто Влияет Два Фактора Первый Фактор Это Температурный Режим А Второй Это Атмосферное Давление Если В идее Да Я увлекся До свидания К сожалению Это Было Просто Анонс Следующей Конференции В Ну Действительно Иногда Меня Заносят Вы У меня Простите Вот так Очень Много Вы Эти Руины Найдете По всей Европе По всей Значит Всех Благодарю Что Вы Меня Выслушали Хорошо Ладно Давайте Расскажу Про Про Деревья То есть Климат Изменился 50 Лет Назад Либо Резко Упало Давление Потому что Если Вы Дерево Засунете Под Колпак Вы Выкачаете Воздух То Получите Дерево Как Япония Который На Подоконнике Растет То есть Что Произошло 50 Лет Назад Попробуйте Это Сами Определить В следующей Конференции Следующая Конференция Будет Через 14 Дней Ну Вот Возьмите Посмотрите Гугл Планету Земля Найдите Воронки Найдите Найдите Ну Что Вы Сам Дели Попробуйте Сами Да Я Еще Раз Напоминаю Питерцы Должны Завтра Утром Пойти В Кунст Камеру И Посмотреть На Этих Рептоидов Которые Там Представлены В каком Виде Рептоиды Что Я Еще Раз Рассказываю Нет Еще Раз Повторяю Для Тех Кто Слушал Питерцы Завтра С утра Езжайте В Кунст Камеру Поднимайтесь На Второй Этаж Где Вот Эти Уродцы Представлены Пройдите В конец Зала Где Стоит Большой Скелет Двухметровый Справа От него Витрина Стеклянная В ней Стоит Скелет Маленького Рептилоида А На Витрине Которая Сбоку На стене Две Маленькие Головы Рептилоиды Смотрите Это Вам Очень Понравится Но Надо Посмотреть Завтра Почему Послезавтра Их Может Уже Не Быть Я Что Скажу Я Сам Не Питерский Поэтому Никакой Рекламы Я Питеру Не Делал Я Просто Констатировал Те Факты Которые Я Там Видел Ладно Благодарю За то Что Пришли Всем До Свидания Надеюсь Цель Конференции Достигнута Редактор субтитров